Иван Попов. Комиссар Жмяк. Вступление. Вы видели когда-нибудь настоящую жарптицу? А они есть. Живут жарптицы в Сибири. Там они строят гнезда и выводят птенцов. А когда наступает холода, жарптицы улетают зимовать в Африку. Птенцы купаются в африканских солнечных зачиках и растут. Затем опять возвращаются в Сибирь, заводят свои семьи и сами растят птенцов. Но эти красивые птицы всю жизнь слушаются своих родителей. Когда приходит время возвращаться из Африки в родную Сибирь, путь их лежит через Ирак с древней столицей Багдадом и Иран со славной столицей Тегераном. За Каспийским морем их ждут бескрайние степи Казахстана и Великий Урал. — Держись ровнее, — сказал жарптица папа. — Позволь потоком воздуха нести тебя на себе. — Хорошо, папа, — ответил жарптица сын. Уральские реки, холмы и массивы заворожили жарптицу сына. Неожиданно в окружении гор он увидел город. — Кто здесь живет? — удивленно спросил жарптица сын. — Это странный город, — ответил жарптица папа. И живут в нем странные жители. И происходят с ними странные, но жутко интересные истории. А правит здесь настоящий молодой царь. В мире много волшебников, которые незаметны обычным людям. И этот странный город остается незамеченным. — Мы обязательно погостим в нем в следующий раз. Но сейчас нас ждут наши гнезда. — Хорошо, папа, — ответил жарптица сын. — Я с удовольствием погостил бы в этом городе. — Наконец, родная Сибирь. На родине все особенное, родное. Пора чинить старые гнезда. Надеюсь, в этом году будет много говорливых птенцов. Вам же предлагаю понаблюдать за жителями странного города. Там произошли очень интересные события. Часть первая. Тайна украденной шкатулки. — Как странно. Я словно слышал чьи-то шаги. Это все твоя паранойя. Баранул сейчас на балу у царя Лангора. — Я знаю, босс, но все-таки страшно. Заберем эту шкатулку и дело с концом. А если нас поймают, хватит каркать. — Кстати, вот и она. И что такого ценного в этой невзрачной деревянной шкатулке? — Что ценного? Бери украшения и золото, сколько хочешь унести. Пора делать ноги. — Золото я люблю. — Все, не жадничай. Пора уходить. — Хорошо, босс. По коридорам дворца, тяжело дыша, бежал толстый человек. Перед рабочим кабинетом царя его остановила стража. — Стой, кто идет? — спросил старший стражник. — Ты что, очумел? — спылил баранул. — Я министр волшебных дел. Баранул пнул стражника, что было силой, и ворвался в кабинет. Царь сидел на кресле перед камином и пил кофе, внимательно всматриваясь в огонь. — Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Все пропало! Ваше сиятельство! Баранул ползал по полу, как таракан, и не смел посмотреть на царя. — Что значит пропало? Неужели ты опять не смог заставить королеву-фей наколдовать мне красивый костюм? — Я, между прочим, пригласил в ресторан княгиню Булькинду. Срочно заставь! — Все гораздо хуже, ваше сиятельство, гораздо хуже. — Что может быть хуже? Шкатулка пропала! Царь выронил чашку с кофе из рук и, дрожа, попятился в дальний угол. Свернувшись калачиком и укрывшись плащом, как одеялом, он бормотал что-то неразборчивое. Баранул попытался спрятаться под столом, но так как туда не поместился, лег рядом с царем и дрожал, как холодец. Наконец царь выглянул из-под плаща. Убедившись, что ничего не произошло, он встал и подошел к окну. — Растяпа! Я велел тебе спрятать ее так, чтобы никто не нашел. Но, ваше сиятельство, говорят, что если хочешь что-то спрятать, поставь это на самом видном месте. — Вот идиот! — взялся за голову лангор. — Вставай, раз ничего не произошло, у похитителей другие планы. — Но какие? — удивился Баранул. — Я бы хотел знать. Царь вновь сел в кресло и начал думать. — Надо срочно вернуть шкатулку, — сказал он, обдумав все последствия ее пропажи. — Наверняка похитители знали, какую тайну она скрывает. — Я был уверен, что эту тайну знаем только мы. Кто же это мог быть? — Может, это какой-нибудь волшебник, — предположил Баранул. — Все волшебники давно пленники твоего министерства. Тут кто-то другой. Есть у меня одна идея, как найти шкатулку. Но она тебе не понравится. Надо к поискам привлечь комиссара Жмяка. Но, ваше сиятельство, этот комиссар давно копает под нас. Интересно, а какой болван не смог спрятать одну единственную маленькую шкатулку и поставил под угрозу все, чего мы добились? Мне тоже это не нравится. Но комиссар Жмяк — единственный, кто сможет ее найти. Главное сделать так, чтобы он не догадался об истинном предназначении этой шкатулки. И как только Жмяк ее найдет, избавься от него. Это с большим удовольствием, ваше сиятельство. Рано радоваться. Надеюсь, все пленные волшебники надежно спрятаны. Они в темнице, там хорошие стены. На всякий случай выучи пару заклинаний. Пусть увидит, как министр волшебных дел умеет колдовать. Но, ваше сиятельство, никаких «но». Это твоя работа, между прочим, если ты не забыл. Ты ведь министр волшебных дел. Вы, учу ваше сиятельство. Царь начал ходить из стороны в сторону, о чем-то размышляя. А что, если Жмяк причастен к похищению? — предположил он. Но тут же сам себя опроверг. Этот комиссар принципиально честен. Воровать он точно бы не стал. Да и откуда ему знать тайну? А честного проще всего обмануть, — заулыбался барану. Комиссар Жмяк очень умный, а таких обмануть не так просто. Потому не взболтни ничего лишнего. А что ему сказать про шкатулку? — спросил барану. Скажи ему, чтобы в шкатулке было заготовлено волшебство к наступающему празднику волшебной ночи. Вы так мудрые, ваше сиятельство. Как можно провести праздник волшебной ночи без волшебства? Ступай немедленно в участок. Я даже не представляю, какие планы у похитителей. Поэтому медлить нельзя. Баранул раскланялся и вышел за дверь. Лангор сел в кресло и заметил, что огонь в камине погас. На главной улице города в полдень собиралось много народу. В обеденный перерыв каждый спешил в любимую закусочную или кофейню. А таких заведений больше всего было на главной улице города. Также на главной улице города был полицейский участок. В полицейском участке служил комиссар Жмяк, сержант Петюлькин и секретарша Вулькина. Полицейские всегда были на службе и обедали прямо в участке. Опять все тихо, комиссар. В нашем городе давно не было преступлений. Даже маленькой кражи. Все знают, что комиссар Жмяк сразу раскроет любое запутанное дело, — расстроенно сказал Петюлькин. — Ну, без вас, дорогой сержант, я бы точно не справился, — ответил Жмяк. Комиссар посмотрел в окно. Как же было раньше хорошо без волшебства. Жители строили заводы, изучали науки. А теперь заплати рублики, будут тебе бублики. В школах вместо настоящего образования короткие курсы, где учат считать до десяти. Откуда только взялся этот министр волшебных дел? Царя Лангора словно кто-то подменил, — проговорил Жмяк. — Это преступление века, Петюлькин. У меня нюх на преступление века. — Ну, не знаю, — пожал плечами Петюлькин. Мне нравится волшебство. Вчера купил себе сапоги непромокашки. Очень удобные. Но не летают? Не летают. Какое-то бытовое волшебство получилось. Раз волшебное, значит, должны летать Петюлькин. А резиновые сапоги и на заводе можно было сделать. На заводе тяжело работать, а так раз — и готово. И потому большинство жителей сидят в кабинетах и считают до десяти. А потом, после работы, бегут в магазин и покупают волшебные сапоги непромокашки, которые не летают, — с грустью заметил комиссар. Но, шеф, ведь все знают, что волшебные вещи в руках обычных людей очень опасны. Да и в конце концов, скоро праздник волшебной ночи, где будет настоящее волшебство. Настоящее волшебство, Петюлькин, должно приносить людям пользу. Иначе это шоу получается. Неожиданно в кабинет вошла секретарша Вулькина. К нам пришел министр волшебных дел Барану, — сказала она. — На ловца и зверь бежит, — воскликнул Жмяк. — И что надо этому господину в нашем заведении? — Говорит, что украли какое-то волшебство. — Волшебство? — удивился Жмяк. — Зови его сюда. В кабинет вошел Барану. — Комиссар, как я рад вас видеть! — сказал он. — Здравствуйте. Чем обязаны? — спросил Жмяк. — Беда. Волшебство украли! — воскликнул министр. — Все волшебство? — с надеждой посмотрел на Баранулу комиссар. — Нет, только то, что было заготовлено на праздник волшебной ночи. Оно хранилось в шкатулке. — А как же праздник? — расстроился Петюлькин. — Так наколдуйте новое, — спокойно предложил Жмяк. — Я что, по-вашему, конвейер? — рассердился министр волшебных дел. — На это нужно настроиться, долго медитировать, постичь и не янь. В общем, сложно это все. — Хорошо. Где была совершена кража? — спросил комиссар. — В министерстве где же еще? — ответил Баранул. — Тогда идем в министерство, — подытожил Жмяк. Комиссар подошел к Петюлькину и шепнул ему на ухо. — Здесь что-то не так. В министерстве волшебных дел обстановка была богатая. Мебель из красного дерева, картины с красивыми пейзажами, керамика, огромные хрустальные люстры. — И где стояла эта шкатулка? — спросил Жмяк. — Здесь, прямо над камином, — ответил Баранул. — Вы ее, конечно, хорошо спрятали, — улыбнулся Петюлькин. — И что, вы это прям все сами наколдовали? — поинтересовался комиссар. — Конечно, сам. Кто же еще? — заважничал министр. Баранул встал в позу, немедленно поднял подбородок и прочитал заклинание. — Больки, мабольки, кильки, макельки. Раздался скрежет, посыпались искры, и в руках министра оказалась дохлая крыса. Баранул с отвращением бросил крыцу на пол и сказал. — Ну, вообще я больше специализируюсь на бытовых товарах. Жмяк взял лупу и начал осматривать камин. Неожиданно он нашел длинный рыжий волос с парика клоуна Падра. — К вам заходил на днях клоун Падра? — спросил министра Жмяк. — Он купил волшебный барабан, в который можно бить деревянной колотушкой и извлекать звуки. Но в эту комнату не заходил. Волшебный барабан, на котором нельзя летать. Прошептал про себя комиссар. — Что? — спросил министр. — Ничего, — ответил Жмяк. — Вы здесь один живете или с прислугой? — Какая прислуга? Все один на своих плечах. Колдую, как проклятый! — ответил баранул. Комиссар подошел к Петюлькину, который с интересом рассматривал картины, и сказал. — Нам пора наведаться в гости к клоуну Падра. Как только Жмяк и Петюлькин вышли за дверь, убедив баранулась, что его присутствие помешает поискам, и пообещав не открывать шкатулку ни при каких обстоятельствах, комиссар сказал. — Говорит, что живет один, а в мусорных контейнерах всегда много коробок от овощей и фруктов и много чего еще. — Может, волшебство поднимает аппетит? — предположил сержант. — Может быть, — задумчиво ответил комиссар. Цирковод-шатер клоуна Падра находился на окраине города. Внутри все артисты готовились к вечернему выступлению. Клоун Падра сидел в центре манежа и учил мартышку бить в барабан. — Ну, как успехи? — спросил комиссар. — Глупая обезьяна! — Она не умеет держать ритм, — ответил клоун. — А вы, собственно, по какому вопросу, комиссар? — А я, собственно, спросить. — Когда вы успели приобрести этот барабан? — Вчера вечером. — Это преступление? — А вы знаете, что ночью кто-то обокрал Министерство волшебных дел? — спросил Жмяк. — Откуда мне знать? Ночью я был на балу у царя Лангора. Это могут подтвердить многие люди. — Железное алиби, — заметил Петюлькин. — Да, — согласился Жмяк. — Может, вы видели что-то необычное в последнее время? — Буквально два дня назад пропал мой запасной парик. Все обыскал, но он как в воду канул. — Интересно, — задумался комиссар. — Может, к вам кто-нибудь заходил в последнее время? Необычный? — Необычный? — Пожалуй, да. — Это был главный менеджер, главного менеджерова отдела города. Он интересовался способами дрессировки блох. — Я еще подумал тогда, зачем ему это? — Дело приобретает интересный оборот, Петюлькин, — воскликнул комиссар Жмяк. — Срочно в главный менеджеровый отдел города. Главный менеджерова отдел города представлял собой десятиэтажный дом, где считали до десяти десять тысяч менеджеров. Офис главного менеджера находился на десятом этаже. — Комиссар постучал в дверь. — Войдите! — крикнул менеджер за дверью. Сыщики вошли в кабинет. — Я комиссар Жмяк, а это сержант Петюлькин. Как вас зовут? — Щетулькин, — представился менеджер. — Вы по какому вопросу? — Вы были в цирке пару дней назад? — Нет, — начал оправдываться Щетулькин, пряча что-то под стол. Петюлькин подбежал к менеджеру и выхватил у него из рук фотографию. На ней были запечатлены и сам Щетулькин, и женщина в парике клоуна. — Да, это я украл парик, — упал на колени и заплакал менеджер. — Но я сделал это ради любви. — Ради любви вы обокрали Министерство волшебных дел и хотели лишить волшебства в волшебную ночь весь город? — возмутился Петюлькин. — Какое министерство? — удивился Щетулькин. — Этот парик нужен моей Джан Грети на маскарад. — Я совсем запутался, — глубоко вдохнул и выдохнул жмяк. — Какой еще маскарад, который будет в волшебную ночь? — ответил главный менеджер. — У нас никогда не было маскарада в волшебную ночь. Петюлькин был знатоком праздника волшебной ночи. — Но я тогда тоже ничего не понимаю, — удивился менеджер. — Зачем она меня обманула? — Думаю, мы скоро это выясним, — отрезал комиссар. — А что будет со мной? — произнес жалобным голосом Щетулькин. — Считайте, что это вам первое и последнее предупреждение, — предупредил менеджер Ажмяк. — Где работает Джан Грети? — В пекарне. — Срочно в пекарню, Петюлькин. В пекарню так просто не попасть. Но для сыщиков открыты любые двери. Когда Джан Грети увидела комиссара Жмяка и сержанта Петюлькина, кинула в них поднос с горячими булочками и скрылась за дверью. — Будь у главного входа! — скомандовал Петюлькину Жмяк, бросившись в погоню за Джан Гретой. Пробежав в цех по замешиванию теста, женщина выбежала через пожарную дверь. Жмяк последовал за ней. Джан Гретта оббежала здание пекарни и хотела скрыться в толпе прохожих, но была поймана сержантом Петюлькиным. Директор любезно предоставил свой кабинет для допроса. — Итак, — командным голосом сказал Жмяк, — зачем вам понадобился парик клоуна Падра? — Я вам ничего не скажу, — твердо ответила Джан Гретта. — Волос от этого парика был найден на месте преступления. Вы же знаете, что совершено ограбление Министерства волшебных дел. — Но это не я, — уже не так уверенно сказала женщина. — Я ведь все это ради любви. — Что за день такой Петюлькин? — Ради любви совершают преступления, — возмутился Жмяк. — Рассказывай, как все было. — Это все Червулькин. Он попросил раздобыть этот парик. — Я люблю этого дурака со школы, — заплакала Джан Гретта. — Картюлькин и Червулькин без преступного подполья тут обойтись не могло, — воскликнул комиссар. — Ну а вам, Джан Гретта, придется посидеть в участке. — Жмяк подошел к окну. — И где нынче обитает подполье? — Подполье всегда обитает в людных местах. Самое людное место было в клубе «Тряхни колодой». Комиссар Жмяк и сержант Петюлькин подошли к столу, за которым подполье играло в подкидного дурака. — Не советую вам бежать, — обратился к Червулькину и Картюлькину комиссар. — Вы же знаете, что это бесполезно. — Босс, нас поймал комиссар Жмяк, — обратился Червулькин к Картюлькину. — Я вижу, идиот, — разозлился Картюлькин. — Рассказывайте, как вы ограбили Министерство волшебных дел. Вам же будет лучше, вы же знаете, — скомандовал Жмяк. — Мы все расскажем и золото вернем. Только отпустите нас, — смолились бандиты. — Для начала верните шкатулку, — отдал приказ Петюлькин. — А у нас ее нет, — пожал плечами Червулькин. — То есть как нет, — удивился комиссар. — Ее заказал заказчик, — прошептал Картюлькин. — И с каких пор вы работаете на заказчиков, — спросил Жмяк. — С таких, когда нам за это платят миллион, — воскликнул Червулькин. — И кто же ваш заказчик, — спросил Петюлькин. — Мы все расскажем, — хором произнесли бандиты. — Это секретарша Вулькина. Сыщики присели от неожиданности. — Отведем их в камеру, заодно поговорим с Вулькиной, — сказал комиссар. В участке секретарша Вулькина, как ни в чем не бывало, читала журнал. — Право, это самая гениальная преступница, — прошептал Жмяк Петюлькину. — Выдержка, как у шпиона. Сыщики окружили секретаршу. — Мы все знаем, Вулькина. Зачем тебе шкатулка с волшебством? — спросил Петюлькин. — С каким волшебством? — удивилась секретарша. — Если вы протушь шкатулку, то я все сделала, как вы велели. — Что велели? — удивились сыщики. — Ну, отдать конверт Картюлькину и забрать, что он принесет. Указания были на вашем столе. — И конверт. — Это что, Петюлькин, получается? — Я обокрал Министерство волшебных дел. — Не смейте бежать, комиссар. Надевайте на себя наручники, — приказал Петюлькин. — Подожди, Петюлькин, где сейчас эта шкатулка? — На вашем столе, комиссар, — ответила секретарша. На письменном столе действительно была шкатулка. — Это какая-то мистика, Петюлькин, — удивился Жмяк. — Вы это расскажете в суде, шеф. Надевайте на себя наручники, — приказал сержант. Тут случилось неожиданное. В кресле комиссара Жмяка появился странный человек. Он громко смеялся, затем сказал, — Вы, право, меня здорово позабавили. Тысячу лет мне не было так весело. — Кто вы? — спросил комиссар. — Я супер-мега-ультра-джин, самый великий джин во всем мире. — А что вы делаете здесь, в нашем участке? — спросил Петюлькин. — И как вы причастны к пропаже этой шкатулки? — Все очень просто. Это моя шкатулка, — ответил джин. — Я сейчас вам все объясню. Быть великим джином очень круто, но очень одиноко. Приходится жить выше всех на луне, а там холодно и пусто. Вот я и наколдовал этих двух болванов, чтобы они меня развлекали. — Каких болванов? — спросил Жмяк. — Одного вы знаете как министра волшебных дел, а другой принял облик вашего царя. Однажды, когда я спал, они украли шкатулку, в которой я их хранил, и стащили с моей шеи медальон повелевания всеми волшебниками на земле. Я, конечно, сразу нашел пропажу, но мне так интересно было узнать, что будет дальше. Вот и пришла идея заставить их забыть про меня. Они только помнили предназначение этой шкатулки. Если ее открыть, болваны сразу окажутся в ней. Вот, смотрите, один следил за вами, пока вы искали шкатулку. Джин открыл шкатулку, и в ней сразу оказался баранул, только уменьшился до размера мышки. Следом за ним там оказался фальшивый царь Лангор. — Так значит, вы все подстроили? — спросил комиссар. — Я видел, как они прибыли в ваш город и пленили царя. Затем с помощью медальона заточили в темнице всех волшебников и заставили их колдовать все эти вещи. Сами же болваны купались в роскоши и наслаждались настоящим волшебством. Сначала это было так интересно, но потом стало скучно. Вот я и придумал эту историю со шкатулкой. — И не стыдно вам, такому великому Джину, издеваться над бедными волшебниками и людьми? — спросила Вулькина. — Я больше так не буду, — виновата сказал Джин. — Волшебники и ваш царь уже свободны, и в награду я выполню любое ваше одно желание. — Верните нам наши фабрики, школы и институты, — попросил комиссар. — Уже исполнено, — сказал Джин и исчез вместе со шкатулкой. — Теперь мы сами будем творить волшебство, Петюлькин! — радостно воскликнул комиссар Жмяк. — Все сами! — А как же волшебная ночь! — расстроился сержант. — Не расстраивайся, Петюлькин, — успокоил его Жмяк. — Будем запускать фейерверки. Часть вторая. Тайна старого шкафа. Когда Министерство волшебных дел было закрыто, в пустующем дворце решили открыть институт. Старый шкаф, который стоял в темнице, перенесли в кабинет директора. — Трипулькина! А, собственно, где опять этот шкаф? — спросил уборщицу директора института Барлагур. — Был здесь, — ответила уборщица. — Ей-богу, был здесь! В кабинет директора вошел студент. — Ваш шкаф, господин директор, опять стоит на главной площади города, — сказал он. — На главной площади города, — возмутился Барлагур, — кому-то это не сойдет с рук. Жмяк быстро найдет проказника. В полицейском участке, как всегда, было тихо. — Скучно, комиссар, — сказал Петюлькин. — Уже год сидим без дела. Стыдно зарплату получать. — Мы за это и получаем зарплату Петюлькину, — возразил Жмяк. — Наводим, так сказать, страх на преступников. Вот они не безобразничают. В кабинет вошла секретарша Вулькина. К нам пришел директор института Барлагур. Говорит, какой-то шкаф пропадает. — Вот оно, преступление! — обрадовался Петюлькин. — Хм, интересно, — задумался комиссар. — Зови его сюда. В кабинет вошел директор. — Комиссар, помогите! — упал на колени Барлагур. — Этот шкаф меня сведет с ума. — Успокойтесь, гражданин. Жмяк помог подняться директору. — Рассказывайте все по порядку. Что у вас произошло? — Все этот проклятый шкаф! — начал свой рассказ директор. — Каждое утро он исчезает и оказывается на главной площади города. — Прямо исчезает? — перебил его Петюлькин. — Не знаю, но когда я прихожу на работу, его уже нет, и он стоит на главной площади города. — Так-так, — задумался комиссар. — И вы наверняка полагаете, что это проделка какого-то студента. — Полагаю, комиссар. — Помогите найти этого негодника. — Ну что ж, идем в институт, — скомандовал Жмяк. — Может, поедем на Жмяка-мобиле? — предложил сержант. — Ходьба помогает думать, — твердо ответил комиссар. Дворец внутри сильно изменился. Вместо мебели из красного дерева стояли парты, за которыми ученики постигали науки. Вместо картин были различные плакаты. И только хрустальные люстры также освещали дворец. Да камин похрапывал дровами. — Ну, показывайте этот шкаф, — посмотрел по сторонам Жмяк. — Прошу вас пройти в мой кабинет. В кабинете директора стоял большой красивый шкаф. — Такой шкаф один студент точно бы не поднял, — заметил комиссар. — Действительно, — задумался Барлагур. — С площади его забирают четыре студента. — Значит, тут промышляет целая банда. — Целая банда, — говорите. — Будем делать засаду, — сказал Жмяк. — Где? — спросил директор. — Прямо здесь, — ответил Жмяк. Ночью Жмяк и Петюлькин сидели в засаде. — Ох, как мы их сейчас поймаем, — представлял Петюлькин. — Вы зайдете слева, я справа. — Если вы будете так шуметь, сержант, мы никого не поймаем, — прошептал Жмяк. Вдруг послышались чьи-то шаги. — Так, Петюлькин, я справа, вы слева! — раздался крик и звон бьющейся посуды. Когда Петюлькин зажег свечу, на полу лежал связанный директор Барлагур. — Что вы здесь делаете? — удивился комиссар. — Я принес вам кофе и булочки. Вы ведь, наверное, проголодались в засаде. — Засада она на то и засада, чтобы сидеть в ней тихо! — отчитал директор Жмяк. — Вы нам так всех преступников распугаете! Барлагур извинился и вышел за дверь. До утра в кабинет больше никто не заходил. Утром пришла уборщица Трипулькина. — Я принесла вам завтрак, — сказала она. Подойдя к шкафу, она с восхищением начала его осматривать. — Какой красивый шкаф! Истинное произведение искусства! — Шкаф как шкаф! — пробормотал комиссар, уминая сосиску. — Это не просто шкаф! — возразила она. — Это работа древнего мастера. Кропотулки-беркулки. На нем даже подпись есть. Сыщики подошли к шкафу. На нем действительно были две маленькие буковки — К.Б. — Интересно! — задумался Жмяк. — Да, собственно, это не имеет значения! — махнул рукой Петюлькин. — Не сам же этот крохотулкин-барулькин шкаф на площадь таскает. — Не знаю, кто таскает, но таким вещам место в музее! — возмутилась Трипулькина. Уборщица вышла за дверь. Когда сыщики покончили с завтраком, заметили, что шкафа на месте нет. — Как такое может быть? — воскликнул Петюлькин. — Он ведь только что был здесь! — Боюсь, мы имеем дело с волшебством, Петюлькин! — расстроенно сказал комиссар. — Опять Джин! — Джин обещал больше не безобразничать. Тут кто-то другой. — Поздравляю, сержант! У нас новое запутанное дело. Срочно на площадь! На главной площади города стоял шкаф. — Опять шкафы понаставили! — Да ик-бык, комуть мятлой бы за это! — негодовал дворник. — Спокойно, гражданин! — громко сказал жмяк. — Да ик-бык, мятёшь тут! Спину, понимаешь, не разгибаешь. А они шкафы ставят. А я дворник, между прочь, высшей категории. Да ста считать умею. Тут место преступления, между прочим, — вмешался Петюлькин. — Отойдите, гражданин! — А мне плевать, чтоб духу вашего здесь и этого шкафа не было. К удачи сыщиков вовремя подошли четыре студента. Они ловко схватили шкаф и понесли его в институт. — Вот так, — Петюлькин, — выдохнул комиссар, — борешься с преступностью, а какой-нибудь дворник высшей категории метлой прихлопнет. Жмяк и Петюлькин решили ночью покараулить на площади. Взяв с собой дюжину булочек, они спрятались за клумбой с цветами и начали наблюдать. На площади было безлюдно. Неожиданно послышался разговор. — Босс, а если нас поймают? — Не поймают. Возьмем, что хотели, и уйдем. Я боюсь комиссара Жмяка. — Жмяка? — Этот комиссар, наверное, спит сейчас дома. Не за клумбы же он, в конце концов, сидит. — Действительно, чего это я боюсь? — Рви давай! Сыщики вышкочили из укрытия. Руки вверх, — скомандовал комиссар. — Босс, нас поймал комиссар Жмяк! Обратился к Картюлькину Червулькин. — Я вижу, идиот! — разозлился Картюлькин. — Картюлькин и Червулькин. Преступное подполье. — А ну, говорите, зачем вам шкаф? — погрозил пальцем Жмяк. — Какой шкаф? — хором спросили бандиты. — Нам не нужен шкаф. — А что вы тогда здесь делаете? — удивился Петюлькин. — Нам нужны цветы! — заплакал Червулькин. — Я хочу сделать предложение Джангретте. Цветы нужно покупать в магазине. — Запорчу клумбы придется посидеть в участке. — Отведи их в участок, Петюлькин. — А я здесь покаровулю, — сказал Жмяк. Утром чудесным образом шкаф оказался на площади. — Дык-бык опять-то со своим шкафом. — Клумбу, понимаешь, испортил. — Я покажу тебе. — А ну, ходь сюды! — в сторону Жмяка бежал дворник. — Да, что это происходит? — попятился от дворника комиссар. — Я представитель власти. — У кого мятла, у того и власть! — крикнул дворник. Жмяк отступал впервые в жизни. Вскоре он наткнулся на Петюлькина. — Комиссар, вы преследуете преступника? — Бег положительно влияет на ум, Петюлькин. — отмахнулся комиссар. Жмяк заметил афишу. Впервые в цирке выступит фокусник. Мастер исчезновения и перемещения в пространстве удивительной и загадочной Капулини. Покупайте билеты в цирк клоуна Падро. Исчезновение и перемещение в пространстве. Надо наведаться клоуну Падро, прищурился комиссар. Поедем на Жмякомобиле. Жмякомобиль был похож на пузырь и двигался с помощью педалей, как все машины в этом городе. Но так как жители города предпочитали ходить пешком, машин на улицах практически не было. В цирке клоуна Падро было полно народу. Все хотели посмотреть на фокусника. Билеты были распроданы в одно мгновение, но для сыщиков всегда найдутся места в первом ряду. Погас свет, и Капулини вышел на манеж. Лицо его закрывала черная маска. «Пусть имеющие глаза узрит мое могущество!» — крикнул он. Затем сдул с ладони какой-то порошок, и в центре манежа появился рояль. «Вот чудеса!» — удивился Петюлькин. Капулини подошел к роялю и исполнил красивую сонату. Затем он вновь сдул с ладони порошок, и рояль исчез. Зал аплодировал стоя. «Мне нужен смелый доброволец!» — посмотрел в зал фокусник. «Поднимай руку!» — шепнул на ухо Петюлькину жмяк. «Но я боюсь!» — задрожал сержант. «Признаюсь, что смелее человека я в жизни не видел!» — встал жмяк и показал на Петюлькина. Капулини опять сдул порошок с ладони, и Петюлькин оказался на манеже. «У меня страх сцены!» — попятился сержант. Фокусник в очередной раз сдул с ладони порошок, и Петюлькин исчез. «Этот смелый гражданин сейчас на главной площади города!» — сказал Капулини. «На главной площади города!» — тихо повторил жмяк. Вскоре Петюлькин, по велению Капулини, вновь оказался в цирке клоуна Падро с метлой и пошел на свое место. «Пришлось кое-кого разоружить!» — сказал он жмяку. «Ты настоящий герой!» — покачал головой комиссар. Когда представление закончилось, комиссар жмяк сказал сержанту. «Надо проследить за этим чародеем!» Фокусник спешно вышел из черного хода и сел в черную машину, которая, по всей видимости, его ждала. «Крути педали, Петюлькин!» — скомандовал жмяк. Машина покружила вокруг города и остановилась возле дворца царя Лангора. Вскоре из машины вышел и сам царь Лангор. «У нас есть подозреваемый!» — сказал комиссар сержанту. Закону подчиняются даже цари. Жмяк и Петюлькин вошли в кабинет, где царь устроился возле камина. «Ваше сиятельство!» — поклонился жмяк. «Нам все известно!» Царь Лангор упал на колени. «Не рассказывайте никому, пожалуйста! Вы даже не представляете, как скучно быть царем!» «А, собственно, как вы это делаете?» — спросил комиссар. «И что это за порошок?» «Я все расскажу!» — встал с колен Лангор. «Это все пыльца с крыльев королевы-феи. При помощи нее она может перемещаться куда угодно и перемещать что угодно в любое место на земле». Болваны, которые пленили меня и всех волшебников, быстро это поняли и начали собирать пыльцу в мешочек. Я нашел этот мешочек, когда в бывшем Министерстве волшебных дел открывал институт. Тогда и возникла идея с фокусами. «Не выдавайте меня! Я обещаю использовать эту пыльцу только на манеже». «А зачем вам шкаф?» — удивился жмяк. «Какой шкаф?» — удивился царь. «Значит, мешочек был не один», — задумался комиссар. «Фокусник нашему городу не помешает, но только в цирке». «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» — обрадовался Лангор. «Кажется, я догадался, у кого второй мешочек», — обратился комиссар к Петюлькину. Утром уборщица Трипулькина вновь зашла в кабинет директора. «Какой красивый шкаф!» — опять проговорила она. «Кропотулки-беркулки определенно гений!» Женщина вышла за дверь и подошла к огромным окнам. Поставив ведро с водой, она начала сыпать в него порошок. «Комиссар, шкаф пропал!» — крикнул Петюлькин из кабинета директора. Жмяк прятался за шторкой. «Ох, что же это такое?» — попятилась Трипулькина. «Вы, право, не волнуйтесь», — успокоил ее комиссар. «А, собственно, где вы нашли этот порошок?» Он лежал в одной из коробок с вещами бывшего министра волшебных дел, которые выносили из дворца, когда открывали институт. «Зачем такому порошку пропадать?» «Он пену хорошую дает». «И думаете вы все время о шкафе?» — спросил Жмяк. «А как же не думать? Такая вещь должна быть на обозрении всех людей города. Это ведь наша история и культура. Вот он и стоит на главной площади. Лучшего места для обозрения не придумаешь». «Неужели вы думаете, что это я?» «Ни в коем случае», — отрезал комиссар. «Этих студентов мы уже поймали и провели с ними беседу. Но порошок вы все же отдайте мне, а вам вот, который чистит в пять раз быстрее». Когда Петюлькин и Жмяк выходили из института, комиссар повернулся и сказал Трипулькиной. «Я вчера поговорил с царем Лангором. Шкаф сегодня заберут в главный музей города. Будем беречь историю». «Спасибо, комиссар», — обрадовалась Трипулькина. Часть третья. Злодей в шапке. «Котик мой любимый! Кхе-кхе! Малявушка моя! Кис-кис-кис! Ну, иди же скорей ко мне на ручки. Бабушка тебя накормит. Бруталович ты мой ненаглядный. Да где же ты мяукаешь, я не пойму. О, Господи! Как ты оказался на дереве? Это опять проделки злодея в шапке. Всех котов в округе перемучил. Ничего, жмяк на тебя управу найдет. В полицейском участке было тихо. К нам пришла какая-то старушка. Нарушила тишину секретарша Вулькина. Говорит, злодей у нас в городе появился. Котов мучает. «Котов?» — удивился комиссар. «Котов мы в обиду не дадим. Зови ее сюда». В кабинет вошла старушка. «Ох, комиссар!» — сказала она. «Что же это творится-то? Старость, понимаешь, не радость, а он на святое покушается. Можно сказать, единственную отраду в жизни на дерево загоняет». «Да как он посмел?» — возмутился жмяк. «Вот-вот», — подтвердила старушка. «Найдите, поймайте и накажите». «Обязательно!» — кивнул комиссар. «А, собственно, как он выглядит?» — спросил Петюлькин. «Да кто же его знает?» — пожала плечами старушка. «Темно ведь, не видно. Ночью он безобразничает. Может, есть какие-то особенные приметы?» — спросил жмяк. «Есть! В шапке он!» «Злодей в шапке!» — проговорил комиссар. «Собирайся, Петюлькин, будем бабушек спасать!» «И котов!» — добавил сержант. «Во дворе днем собирается много старушек. «Требуем прекратить это безобразие!» — кричала одна. «Мой Барсик высоты боится!» «А моя Мунька, с тех пор, как объявился этот злодей, вообще на улицу выходить отказывается. Так и лежит. Тевтельки с горя ест!» — возмущалась другая. «Спокойно, гражданки!» — громко сказал жмяк. «Разберемся!» Сыщик уверенным шагом пошел в толпу бабушек. «Итак!» — сказал он, достав блокнот. «Рассказывайте!» «Я больше всех знаю!» — сказала самая маленькая и самая морщинистая старушка. «Видела я этого негодника. Идет, понимаешь ли он, идиот! А у меня бессонница. На балконе я, значит, стою. Капустка у меня там, в банках. Очень вкусная. И сорт еще такой интересный. Забыла, как называется. Сейчас вспомню». «Хм!» — перебил старушку жмяк. «Так идет он, и что дальше?» «Так идет он, и на клумбу наступил. А там цветы, Анютины глазки. Какие цветы красивые!» «А он на них наступил!» «Видала я, значит, в молодости одни цветы!» «Хм!» — перебил опять старушку комиссар. «Так значит, наступил он на клумбу, и что?» «Наступил он на клумбу, и зовет кота. Так хитро зовет. А потом его на дерево посадил, тот и полез на макушку. Какой худой этот злодей и низкий! А мне кормить некого, Прям руки чешутся кого-нибудь накормить. Зову я, значит, этого злодея, А он как побежит? А у меня там и котлетки, и пельмешки, Манты налепила. А в мантах-то фарш с капусткой. Какая капустка у меня нынче народилась! «Спасибо, гражданка!» — сказал Жмяк. «Будем ловить!» Сидеть в засаде сыщикам не привыкать. «Это что еще такое?» — удивленно спросил комиссар. К сыщикам приближался строй бабушек. «Раз, два, стой!» — скомандовала бабушка С вышитыми погонами на сарафане. «А, собственно, что происходит?» — спросил Петюлькин. «Мы — народное ополчение!» — громко сказала бабушка с погонами. «Дружинники!» — удивился Жмяк. «Зачем нам дружинники? У нас полиция хорошо работает!» «Мы, старушки, боевые! За нас не бойтесь!» «За вас я не боюсь!» — выдохнул комиссар. «Злодея жалко! Закормите его! Он и лопнет!» Ночью злодей так и не появился. Утром состоялось собрание самых активных бабушек города. В общем, были все. На трибуну вышла самая маленькая и самая морщинистая бабушка. «Значит, это самое произвол!» — закричала она. «Сколько можно терпеть? Колорадский жук в огороде картошку жрет без стыда и совести!» «Какой жук?» — спросила старушка с вышитыми погонами. «О котах у нас речь! О котах!» «Нет у меня кота! Аллергия у меня!» — ответила самая маленькая бабушка. К трибуне пробился комиссар. «Уважаемые бабушки!» — начал он. «Вы мешаете проводить следствие!» «Поймаем мы вашего злодея!» Спустя несколько часов старушки все же разошлись. Котов кормить. «Петюлькин!» — обратился жмяк к сержанту. «Тут без хитрости не обойтись! Будем тебя в бабушку переодевать!» Петюлькин в косынке и сарафане ночью выгуливал кота. «Кисявушка!» — кхе-кхе! — говорил он не своим голосом. «Кисявушка моя ненаглядная! Не убегай далеко!» Неожиданно появился злодей в шапке и посадил кота на дерево. «Стой!» — закричал комиссар из засады. Злодей испугался и в три прыжка перелетел через весь двор. Неожиданно на его пути оказалась бабушка в погонах. Злодей ловко вскарабкался на дерево и, прыгая с ветки на ветку, скрылся в ночном городе. «Их ты ж, ешь!» — возмутилась старушка. «Озеленили город на свою голову!» «Какой шустрый этот злодей!» — удивленно сказал Петюлькин. «Акробат он, что ли?» «Акробат?» — задумался Жмяк. «Может, и акробат. Давно мы не были в цирке клоуна Падра». «Значит, в цирк?» — спросил сержант. «Сначала спасем кота. Снимай сарафан, Петюлькин. А то на дерево лезть неудобно будет». С тех пор, как в цирке клоуна Падра появился загадочный фокусник Капулини, шатер день ото дня осаждали фанаты. Они рисовали плакаты, пели песни, носили маски на лице, как их любимый кумир. В общем, царь Лангор стал суперзвездой. Клоун Падра забросил свое мастерство, сосредоточившись на управлении цирком. В его кабинете был стул и был стол, где работал сам клоун. Возле окна стоял мягкий диван, на котором лежала довольная обезьяна и ела банан. «Комиссар!» — воскликнул клоун Падра. «Вы по какому-то делу или на представлении великого фокусника Капулини?» «У-у-у!» — кивнула обезьяна. «Обязательно сходим когда-нибудь на представление, но сейчас по делу», — ответил комиссар. «У вас есть в цирке акробаты?» «А как же без акробатов?» — развел руки Падра. «У-у-у!» — подтвердила слова клоуна обезьяна. «Можно на них взглянуть?» — прищурился жмяк. «Конечно, у нас отличные акробаты!» «Ау!» — сказала обезьяна. «Если бы лично не видел этого злодея!» — прошептал комиссар Петюлькину на ухо. «Подумал бы, что это обезьяна безобразничает. Акробаты были превосходные! Широкоплечие и высокие!» «Нет!» — задумался жмяк. «Тот был маленький и щупленький». «Какой тот?» — удивился клоун. «Да завелся у нас тут злодей!» — ответил комиссар. «В шапке!» — добавил Петюлькин. «Таких не держим!» — уверенно сказал клоун Падра. «Ну что ж!» — пожал плечами жмяк. «Будем искать!» Когда сыщики выходили из шатра, их остановил один акробат. «Подождите, комиссар!» — сказал он. «Я слышал легенду, что жил у нас в городе самый искусный акробат на всем белом свете. Он был маленький и худенький. Карбулькиным звали. Правда, давно это было. Лет сорок его уже нет. Говорят, пропал он без вести». «Пропал, говорите!» — задумался жмяк. «Ну-ну!» Жмяк и Петюлькин вышли из шатра цирка и направились в полицейский участок. На одной из улиц они увидели плачущего человека. Когда сыщики подошли поближе, комиссар жмяк шарахнулся от этого человека, как от огня. Это был дворник. «Дык-бык, вот тык!» — сказал дворник сквозь слезы. «И ни ту дык, и ни сю дык!» Жмяк взял себя в руки и подошел к дворнику. «Собственно, что с вами случилось?» — спросил он. «Я право удивлен, что вы способны плакать». «Дык-бык, дык-бык! А это вык! Со шкафом своим! Помню, помню!» «И вас помню!» — попятился дворник к Петюлькину. «Верните мне мою метлу, пожалуйста!» «Да, собственно, метил у нас в городе сколько угодно. Берите любую!» Удивился Петюлькин такой просьбе. «Так дык моя особенная, любимая!» «Метла как метла!» — пожал плечами сержант. «И вовсе не так!» — обиделся дворник. «Она не как все! Дык-бык с детства она у меня! Я, может, всю жизнь мечтал стать дворником! Она ведь друг мой! Мурка ее зовут!» Дворник закрыл глаза и заулыбался, вспоминая свою метлу. «Ну, раз Муркой, надо вернуть!» — воскликнул Жмяк. «Принеси, сержант, гражданину его метлу!» «А, собственно, чего вы на меня тогда так нападали?» — спросил Жмяк, когда остался наедине с дворником. «А как не нападать? Все ходят, дык-бык, а мне за всеми убирать! Одни эти кошатники и собачники чего стоят? А тут еще, дык-бык, вы со своим шкафом! А у нас и собаководы есть!» «А как ж! Клуб дедов-собаководов!» «Так-так!» — задумался комиссар. «И где же этот клуб собаководов?» «Да рядом они с кошатниками, дык-бык, в дворах соседних, скотину свою выгуливают!» «Очень интересно!» — проговорил Жмяк. «Вот, собственно, ваша метла!» — подоспел Петюлькин. Дворник, довольный, взял в руки метлу. Плечи его расправились. Голос стал уверенным. «А ну-да-к-бык, ходят тут всякие! Не мусорить тут! Ко мне власть моя вернулась!» «Пойдем, Петюлькин!» — шепнул комиссар сержанту. «Собаководом наведаемся!» В соседнем дворе, как и сказал дворник, действительно был клуб собаководов. Были снаряды для тренировки собак. Были плакаты, напоминающие о правильном уходе за собаками. А в самом центре двора стоял огромный мраморный барбос. Собаки смирно слушались своих хозяев. «Апорт! Ко мне! Дай лапу!» — периодически слышались команды. Осмотрев дедов, сыщики поняли, что злодеев в шапке среди них нет. Подойдя к одному из собаководов и представившись, комиссар спросил, «Как зовут вашу собачку?» Мухтаром с любовью посмотрел на своего маленького пекинеса старик. «Очень мило!» — заметил Жмяк. «А у бабушек котов на дерево сажают», словно невзначай пробормотал он. «Да что эти коты!» — махнул рукой собаковод. «Слабенькие, лаять не умеют, ни себя, ни дом защитить не могут». «Не то что собаки!» — Мухтар, голос! Пекинес оскалился и затявкал на Жмяка и Петюлькина, словно намереваясь их съесть. Выглядело это очень забавно. «Ну, будет тебе!» — успокоил его старик. «Вот где сила и мощь!» Пекинес с чувством выполненного долга сделал круг почета вокруг сыщиков и гордо возлег у ног хозяина. Между тем старики начали собираться около импровизированной сцены. Председатель зачитал послание клубу от учителя и вождя движения собаководов. «То лает, — сказал он, — тот и пес. А кто не лает, — тот и не пес. Не лающий, хвост имеющий, мяукающий — это кот. Кота найди и на дерево посади. Надо поговорить с этим вождем. Пока между дворовый конфликт не вспыхнул, — сказал комиссар Петюлькину. «Где живет ваш учитель?» — спросил жмяк у старика с пекинесом. «Известно где. На чердаке», — показал старик пальцем на чердак. На чердаке, в тесной комнатушке, которая раньше служила как подсобная, были расставлены благовония и свечи. В центре сидел Карбулькин и медитировал. «Сядьте», — сказал он, не открывая глаза, — «я научу вас быть другом своей собаки». «Да мы, собственно, по другому вопросу, гражданин Карбулькин», — сказал жмяк. Карбулькин подскочил от неожиданности. «Сорок лет меня никто не называл по имени». «А что здесь, собственно, происходит?» — оглядел комната комиссар. «Сорок лет коту под хвост!» — затушил благовоние злодей в шапке. «Сорок лет!» «Да объясните вы, наконец!» — удивленно смотрел на злодея комиссар. «А ведь я когда-то был хорошим акробатом», — начал свой рассказ Карбулькин. «Толпы поклонников, слава. Но все это было не то, понимаете? Словно это была не моя жизнь. Меня ведь с детства только собаки интересовали. А родители собак не любили. Они хотели, чтобы я акробатом стал. Так мне пришлось стать акробатом. Двадцать лет я блистал на манеже. При этом был очень одиноким. И в один прекрасный день решил сбежать и посвятить свою жизнь собакам. Однажды я понял, что в нашем городе много одиноких стариков. Вот и пришла идея создать этот клуб. «А коты чем вам не угодили?» — строго спросил Петюлькин. «Да я в роль вошел», — выдохнул Карбулькин. «Власть меня испортила». «Нехорошо», — покачал головой жмяк. «Перед бабушками и дедушками надо извиниться». Во дворе собаководов не было места яблоку упасть. Собрались все дедушки и бабушки города. На сцену вышел Карбулькин. «Извините меня, пожалуйста, бабушки», — сказал он. «Я и есть этот злодей в шапке. Не буду я больше котов обижать. И вы извините меня, дедушки, за то, что заболел я болезнью звездной. Котов вас подстрекал на дерево сажать». Карбулькин опустил голову и сверлил землю носком башмака. «Да прощаем мы тебя», — сказала бабушка в погонах. «А чего это не простить-то?» «Прощаем», — хором сказали старики. «Предлагаю объединить ваши клубы кошатников и собачников в один», — предложил жмяк, выходя на сцену. «Да», — хором ответили старики. «Когда примирение закончилось, самая маленькая и самая морщинистая бабушка подошла к Карбулькину. «Пойдем ко мне борщ есть», — предложила она ему. «Пойдем», — обрадовался Карбулькин. «Я сто лет борщ не ел». Часть четвертая. Княгиня Булькинда Безупречный план провалился. Я почти стала царицей. Кто бы мог подумать, что царь Лангор не настоящий. «Ничего, будет еще свадьба на нашей улице. Просто надо влюбить в себя настоящего царя. Жаль только, что Лангор не любит балы. Зато этот глупец увлекся маскарадом, как мальчишка. Строит из себя волшебника. На этом я его и поймаю в своей сети». Рано утром в одних трусах царь репетировал свою роль. И тут я, значит, смотрю такой в зал сквозь свою маску и говорю. «А сейчас на манеже появится рояль». «Да нет, это уже было. Тогда я вызову зрителя и отправлю его на площадь». «Да, сорок три раза отправлял». «Вот он, творческий кризис. Мне нужны новые идеи». Лангор сел в кресло и начал смотреть на огонь в камине. Неожиданно он подскочил, как ошпаренный. «Точно! Я вызову на манеж при помощи пыльцы настоящих факиров. Вот это шоу получится! Они будут глотать огонь, а я в это время отправлю зрителя на площадь. Это мой коронный трюк». Лангор оделся, взял маску и вышел за дверь. В цирке Лангора встретили как дорогого гостя. Клоун Падро вышел из своего кабинета и немедленно распорядился, чтобы фокуснику Капулини принесли самые вкусные конфеты и самый свежий торт. Обезьяна предложила свой банан. «Мне нужны факиры!» громко сказал Капулини. «Факиры?» удивился клоун. «Впрочем, будут вам факиры». Перед выступлением Капулини факиры были уже на месте. Царь Лангор вышел на манеж под звуки восторженных оваций. «Сейчас вы узрите могущество великого Капулини!» воскликнул он и сдул пыльцу с ладони. На манеже появились факиры. «Мне нужен доброволец!» посмотрел царь в зал. «Я доброволец!» замахала руками Булькинда. «Возьмите меня!» «Хорошо!» снисходительно сказал фокусник. Булькинда элегантно пошла в сторону Лангора, затем сделала вид, что споткнулась и упала в объятия королю. «Вы так любезны!» сказала она. «Ам, да, то есть для меня большая честь помочь такой прекрасной даме!» смутился царь Лангор. Булькинда улыбнулась. Царь сдул пыльцу с ладони, и княгиня исчезла. Зал раздался овациями. Факиры глотали огонь. Капулини ходил между ними и загадочно жестикулировал руками. Вскоре он сдул волшебную пыльцу с ладони, и княгиня вновь появилась на манеже. Она подошла к царю и обняла его, затем вернулась на свое место в зрительном зале. Царь минуту простоял, как статуя, но собрался с мыслями, чтобы закончить представление. «Поехали!» отдал приказ водителю царь Лангор, когда вышел из шатра цирка. Машина тронулась. Неожиданно раздался скрип тормозов. Лангор вышел посмотреть, что случилось. На дороге лежала княгиня Булькинда. «Ох!» — простонала она. «Простите меня, пожалуйста!» — взмолился царь. «Мы отвезем вас в больницу!» «Ох!» — приоткрыла глаза княгиня. «Не надо больницы! Я сама виновата. Иногда бываю очень рассеянной. Впрочем, у меня только небольшой ушиб. Тогда поедемте ко мне во дворец. Я просто обязан вас угостить чем-нибудь вкусненьким. Пожалуй, не откажусь!» — тихо проговорила Булькинда. Царь и княгиня прошли в машину. Тут Лангор понял, что он в костюме фокусника, но без маски. «Я всегда знала, что такой великий фокусник может быть только царем!» — улыбнулась княгиня. «Позвольте представиться ваше сиятельство. Я княгиня Булькинда. Капулиния, то есть царь, то есть Лангор!» — растерялся царь Лангор. «Хи-хи-хи!» — засмеялась княгиня. «Вы такой забавный!» «Да, я забавный!» — улыбнулся царь. Машина остановилась возле дворца. Царь вышел и, как настоящий джентльмен, открыл даме дверь. «Я вас сейчас угощу самым вкусным тортом в городе!» — сказал он ей. «Я не могу зайти к вам в гости!» — опустила голову Булькинда. «Но почему?» — удивился царь. «Я обязан угостить вас чем-нибудь вкусненьким. Неприлично незамужной даме идти в гости к незнакомому джентльмену!» «Я царь! Я всем знаком!» — воскликнул Лангор. «Попросите водителя отвезти меня домой!» — посмотрела в глаза царю княгиня. «Хорошо!» — разочарованно сказал Лангор. «Я не могу отказать в просьбе прекрасной даме!» Булькинда села в машину, и водитель повез ее прочь от замка. Лангор долго стоял и смотрел на звезды. На следующий день царь был очень грустный. Лангор ходил по дворцу, о чем-то размышляя, и периодически вздыхал. На вечернем представлении Капулини был сам не свой. Он смотрелся в зал, но Булькинды не было. Когда представление закончилось, царь сел в машину и приказал водителю отвезти его туда, куда тот отвез княгиню. Машина остановилась возле богатого дома. Царь Лангор постучал в дверь. Ему открыла сама княгиня. «Я люблю вас!» — упал на колени перед Булькиндой царь Лангор. Часть пятая Ополчение тряхни колодой С тех пор, как царь Лангор женился на княгине Булькинде, в городе многое изменилось. Царица взяла власть в свои руки. Сам же царь сначала стал редко выходить из своего дворца, а вскоре исчез совсем. Своим первым указом она закрыла полицейский участок. Теперь за порядком следили верные опричники Булькинды. Они день и ночь патрулировали улицы города, ловили недовольных новым порядком и сажали их в темницу. Оставшись без своей главной суперзвезды Капулини, клоуну Падро пришлось распустить артистов и закрыть шатер, так как в цирк не ходили зрители. В школах теперь были лишь курсы, на которых учились считать до ста. Институты обучали только избранных людей, тех, кого выберет сама Булькинда. Клуб тряхни колодой стал местом, где собирались лишние для системы люди. За столом сидели комиссар Жмяк, сержант Петюлькин, Червулькин, Картюлькин и Джангретта. Ни за что бы не подумал, что буду играть в подкидного дурака с преступным подпольем, проговорил комиссар Жмяк. — Мы больше не преступные, — возразил Картюлькин. — Мы добрые. А я вообще, когда женился на Джангрете, стихи начал писать и моей любимой посвящать, — обнял Джангрету Червулькин. — Но все мы теперь подполье, — подытожил Петюлькин. В клуб вошел клоун Падро и сел за соседний столик. — Лимонаду мне, — крикнул он, — и банан макаки. С тех пор, как закрыли полицейский участок, секретарша Вулькина работала официанткой в этом клубе. Она быстро принесла лимонад и банан, после чего скрылась на кухне. — И я бы от лимонада не отказался, — сказал комиссар, смотря как по стакану с лимонадом медленно сползает капля. — Секретарша Вулькина, — громко сказал Петюлькин, — принесите нам, пожалуйста, лимонад. Секретарша Вулькина принесла бутылку лимонада и поставила ее на стол. — Теперь официантка Вулькина, к сожалению. Посмотрела она на бывших сыщиков и вновь скрылась на кухне. — Куда же пропал царь Лангор? — спросил ужмяка Петюлькин. — И я бы хотел знать, — ответил комиссар, — если бы только встретиться с ним, показать ему, что творится в городе. Может, пыльцой его сюда наколдовать, которого утрепулькиной взяли? — пришла идея в голову сержанту. — Отдал я ее царю. Но не люблю я волшебство. Ничего не поделаешь. — Эх, — опустил голову Петюлькин. — И куда пропал мой Капулини? — заплакал падра за своим столиком. — А, собственно, о какой пыльце вы говорите? — спросил Картюлькин сыщиков. — Да той, с помощью которой царь Лангор фокуса показывает в цирке, — ответил Петюлькин и сам себе закрыл рот руками. Когда понял, что раскрыл тайну. — Так значит, Капулини — это царь Лангор? — хором воскликнули Картюлькин и Червулькин. Клоун падра подскочил, когда услышал, что Капулини — это царь Лангор. Он подбежал к комиссару в жмяку и упал на колени. — Надо найти царя! — взмолился он. — Пропал я без Капулини. — Только представьте, какой ажиотаж поднимется, если люди узнают, что Капулини — это царь Лангор. Все билеты сразу раскупят. Царя, конечно, надо найти. — Но и то, что Капулини — это царь Лангор, нужно сохранить в тайне. Так что цсссс! — строго посмотрел на собеседника в жмяк. — И как же мы его найдем? — поинтересовался Петюлькин. — Пыльцу надо раздобыть, — ответил комиссар. — А там и искать не придется. Знать бы только, где ее хранят. — А я слышал, что Булькин да прислугу набирает, — сказал Червулькин. — Прислугу, — задумался комиссар. — Секретарша Вулькина, то есть официантка Вулькина, подойдите сюда. Вулькина подошла к заговорщикам. — Слушаю вас, комиссар. — Вступайте в наше ополчение, — тихо шепнул ежмяк. — Ополчение тряхни колодой, — прошептал Картюлькин. — Будем царя спасать, — добавил сержант. На Вулькину надели парик для конспирации и отправили во дворец царя Лангора. — Стой! Кто идет? — спросил стражник. — Служанкой я наниматься пришла, — ответила Вулькина не своим голосом. — Пойдем, — скомандовал стражник. Во дворце повсюду висели портреты царицы Булькинды. — Кто рисует царицу? — удивленно спросила Вулькина. — Я не узнаю кисть художника. — Известно, кто рисует. — Царь Лангор, — ответил стражник. — Любит он ее. — Значит, царь жив, — подумала Вулькина. — Кто это к нам пришел? — громко рявкнула Булькинда. — Служанкой наниматься пришли, — испуганно ответил стражник. — Веди ее сюда, поживее. Царица важно сидела на троне. — Ты что ли служанкой? — строго она спросила Вулькину. — Да, ваше величайшество, — испугалась Вулькина. — Ну, смотри, если не справишься или украдешь что-нибудь, же его в темницу посажу. — А ну, выдайте ей швабру, пусть полы во дворце помоет. Вулькину снарядили шваброй и ведром. — Подписалась на свою голову. — Полы во дворце драйдь! — подумала она. Вдруг в одной из маленьких служебных комнат тайный агент увидела царя Лангора. Вокруг него были расставлены десятки баночек с красками. Он стоял и задумчиво смотрел на мольберт. — Любовь моя, Булькинда! — воскликнул он. — Я нарисую тебя верхом на коне, а потом нарисую тебя с тортом в руке, а потом нарисую тебя с шарфом и в шапке тоже нарисую тебя. — Как богиню буду рисовать я тебя с розами в оранжерея? — Я буду рисовать тебя, Булькинда! — Хм, царь Лангор! — окликнул его Вулькина. — Ваше сиятельство! — Не мешай мне рисовать Булькинду! — махнул рукой царь Лангор. — Ваше сиятельство! В городе такое происходит! — Не мешай мне рисовать мою Булькинду! — перебил Вулькину царь. — Заколдовали его, что ли? — пожала плечами Вулькина. — А где ваша волшебная пыльца? — Да там она, в кабинете! Кому она нужна? — Надо рисовать Булькинду! Возле кабинета стояла стража. — Охраняют пыльцу! — подумала Вулькина. Когда тайный агент вернулась в клуб Трехни колодой и рассказала ополчению то, что узнала, Жмяк тут же решил, что нужно делать дальше. — Надо идти к Арбулькину! — сказал он. — Жалко, Жмяка мобили-то брали! — с сожалением проговорил Петюлькин. Оставив обезьяну на попечении Джангретти, заговорщики отправились к Арбулькину. Неожиданно их остановили опричники. — Это что еще за банда? — посмотрел на ополчение старший опричник. — А ну, кто такие? — Да, собственно, мы здесь, в общем... — растерялся Жмяк. — Дык-бык! Чего это, прохлаждаетесь? — неожиданно появился дворник. — А мясти кто будет? Я вам покажу. — А ты кто такой? — посмотрел на дворника старший опричник. — Я дворник высшей категории, а это работники мои, дворники начальной категории. — А метла их где? — с подозрением спросил опричник. — Где метла? — сурово посмотрел на ополчение дворник. — Да, собственно, виноваты, — пожал плечами комиссар. — Распустились тут! — погрозил пальцем старший опричник. — Ничего, мы порядок наведем. — Пошли за метлами, дык-бык! — приказал дворник. — Спасибо! — сказал комиссар, когда они отошли от опричников. — Да не за что! — улыбнулся дворник. — Впредь аккуратней будьте, дык-бык! Карбулькин в своей коморке ел пирожки. — Угощайтесь! — сказал он, увидев ополчение. — Меня в последнее время хорошо кормят. — Спасибо! — ответил комиссар. — Но мы по делу. Нужна ваша помощь, так сказать. Ваши неординарные способности. — Я котов больше на дерево не сажаю! — подскочил Карбулькин. — Себе даже парочку завел. Кис-кис-кис! В коморку забежали два жирных, довольных кота. — Нет, мы по другой части! — успокоил его жмяк. — Нам нужны ваши акробатические способности. — Волшебную пыльцу стащить! — добавил Картюлькин. — Комиссар предлагает криминал! — удивился бывший злодей в шапке. — Никакого криминала! — обиделся комиссар. — Пыльцу вернем хозяину! — Царя мы хотим спасти! — добавил Петюлькин. — Царя? — задумался Карбулькин. — Хорошо бы царя вернуть. От этих опричников совсем житья нет. — Собаки, видите ли, им не нравятся. Что нужно делать? Вулькин объяснил акробату, где лежит волшебная пыльца. Карбулькин отыскал свою старую шапку и скрылся за дверью. — Надеюсь, его не хватятся опричники! — тихо проговорил Петюлькин. — Раз я не схватил, куда там опричникам? — успокоил его жмяк. Карбулькин прыгал с ветки на ветку, как обезьяна, только еще проворней. — И где мои двадцать лет? — проговорил он сам себе. Во дворце было открыто лишь одно окно в служебной комнате, где рисовал Булькин Дулангор. — О, нет, я не достоин рисовать царицу! — сокрушался царь, затем заметил Карбулькина. — А ты кто такой? Если пришел украсть мою Булькинду, я вызываю тебя на бой! Царь начал фехтовать кисточкой и тыкать ей в акробата. — Я не хочу украсть Булькинду! — заверил царя Карбулькин. — А, тогда ладно! — успокоился Лангор и принялся рисовать портрет. — Хм, ваше сиятельство! Как бы мне пыльцу волшебную раздобыть? Комиссару она нужна. — Да ну ее, пыльцу эту! Талант бы где раздобыть, рисовательный! — отмахнулся царь. — Спятил он, что ли? — подумал Карбулькин. — Да, в общем, нужна она. А там охрана и окна закрытые. — Ну и правильно! Государственное добро охранять нужно! — Может, одолжите ее нам? — А я вам портрет нарисовать помогу! — подмигнул Карбулькин. — А ты умеешь? — Конечно! Я ведь цирковой! Мы все умеем! — Держи! — царь протянул Карбулькину мешочек с пыльцой. — Так она у вас? — удивился Карбулькин. — Это моя запасная! А кроват помог Лангору дорисовать портрет и скрылся в окне. Карбулькин передал мешочек с волшебной пыльцой комиссару Жмяку. — Пора поговорить с царем! — сказал комиссар, сдув пыльцу с ладони. В коморке появился царь, перепачканный краской и с кисточкой в руке. — Это что за крякс и мордакса? — удивился Лангор. — Где Мольберт? — Капулини! — бросился к царю клоун Падро. — С этим покончено. Теперь я люблю только Булькинду. — Ну как? — недоумевал клоун. — Да вот так! — встал в позу Лангор. — Ваше сиятельство! — обратился к царю Жмяк. — В городе происходят неприемлемые вещи. — Где мой Мольберт? — строго спросил царь. — Я рисую Булькинду. — Царица, так сказать, народ притесняет! — вмешался в разговор Петюлькин. — Я тебе дам! — притесняет! — Из чего вздумали? — на любовь мою клеветать! — Похоже, случай серьезный! — посмотрел на ополчение Жмяк. Придется прибегнуть к крайним мерам. Я отведу вас, ваше сиятельство, домой. Жмяк и Лангор шли во дворец. — Это кто еще тут идет? — спросил старший опричник. — Я царь Лангор! — надменно ответил царь Лангор. — Лангор! Ха-ха! Этот олух считает, что он Лангор! — обратился к опричникам старший опричник. — Царь сейчас во дворце. Рисует 101-й портрет царицы. Охранники не докладывали, что он куда-то вышел. — Но я здесь, перед вами! — недоумевал царь. — Ха-ха-ха! — смеялся старший опричник. — Я прикажу, чтобы вам, ваше царейшество, выделили лучшую камеру в темнице. — В темнице? — испугался царь. — Как вы можете сажать в темницу честных людей? — Мы все можем! — ответил старший опричник. Жмяк и Лангора схватили опричники и повели в темницу. — Дыг-бык! Опять они от руку отбились! — неожиданно появился дворник. — Это опять ваши? — спросил старший опричник дворника. — Мои! Я вот за метлами, дыг-бык, бегал! Дворник сунул в руки жмяка и Лангора метлы. — Следить надо, иначе в темницу сядете! — погрозил старший опричник пальцем. — Распустились тут! — И снова спасибо! — поблагодарил дворник и комиссар, когда опричники ушли. — Дыг-бык! Всегда пожалуйста! Может сказать ему, что можно не мясти? Дворник показал на Лангора, который усердно мел улицу. — Пускай метет! — махнул рукожмяк. — Ему полезно! Когда царь Лангор вернул себе власть, первым делом распустил опричников и восстановил полицейский участок. Затем было восстановлено образование. С Булькинда они развелись, и в цирке клоуна Падра вновь начал выступать фокусник Капулини. После очередного выступления царь Лангор попросил шофера заехать к княгине Булькинде. — Возвращайся ко мне! — сказал он ей. — Люблю я тебя сильно-сильно, но править буду сам. Часть шестая. Привидение. В самом старом доме города жил одинокий поэт Паитулькин. — Кот и крот! — сказал он, держа в руке чистый лист бумаги. Очаровательная рифма. К тому же, если учесть, что кот — это на самом деле крот, то тут все становится очевидно. Да, мой гений не знает границ. А границы, к сожалению, не знают моего гения. — Кхе-кхе! — послышалось в соседней комнате. — Кто это? — испугался Паитулькин. — Может, это муза? — Где же тебя носило столько лет? — Да, собственно, я с тобой вообще не знаком. Поэт осторожно заглянул в соседнюю комнату. Посмотрев по сторонам, он ничего подозрительного не увидел. Неожиданно за спиной послышалось. — Кхе-кхе-кхе! Поэт испугался и закрыл глаза. — О, боги! — взмолился Паитулькин. — Я ведь такой молодой и такой гениальный! Бедный поэт простоял с закрытыми глазами несколько минут, ожидая, что его съедят страшное чудовище. Наконец, открыв глаза и осмотревшись, он понял, что никого рядом нет. — И причудится же такое! — проговорил он себе. Паитулькин налил себе на кухне компот и вернулся в комнату, где оставил свой чистый лист бумаги. Вдруг он увидел, что на нем красивым почерком написано стихотворение. Дрожа, Паитулькин прочел следующее. — Живет в квартире старый кот. Но он не кот, а хитрый крот. А Паитулькин пьет компот. Он главный в мире идиот. Паитулькин прямо в тапочках и пижаме с криком выбежал за дверь. В полицейском участке шла уборка. Вулькина вытирала пыль. Паитулькин мыл пол. Комиссар Жмяк перебирал старые документы в письменном столе. — Уборка, Паитулькин, — сказал Жмяк, — залог чистоты в голове. Тут в кабинет забежал испуганный Паитулькин. — О, комиссар! — взмолился он. — Духи восстали против гения, а я ведь такой молодой! Комиссар посмотрел на поэта, который стоял перед ним в пижаме и тапочках. — Духи вам не позволили даже одеться? — спросил он. — Это какая-то чертовщина! — воскликнул Паитулькин. — Они меня до смерти напугали, а затем написали эти бездарные стихи. Поэт передал лист бумаги комиссару. Жмяк с выражением прочитал стихотворение. — Живет в квартире старый кот, но он не кот, а хитрый крот, а Паитулькин пьет компот. Он главный в мире идиот. — Какие обидные стихи! — подытожил комиссар. — Эти духи очень злые и нетактичные. — И к тому же очень глупые! — подчеркнул поэт. — Как кот может быть хитрым кротом? — Логично! — согласился Жмяк. — Так, и кого вы подозреваете в написании этих обидных стихов? — вмешался Петулькин. — Да я же вам говорю, что это привидение! — возмутился Паитулькин. — Привидений не существует! — отрезал комиссар. — Поверьте гению! — важно сказал поэт. — Привидения существуют! — Петюлькин! — обратился к сержанту Жмяк. — Любите ли вы охоту на привидения? — В доме поэта была красивая антикварная мебель. — Это работа великого мастера Кропотулки-Беркулки! — похвастался Петулькин. — Да, мы знакомы с этим мастером! — проговорил Жмяк. Старые скрипучие половицы и паутина на потолке сильно подействовали на Петюлькина. Он начал дрожать и прятаться за комиссаром. — Петюлькин! — обратился Жмяк. — Ты же сержант полиции, гроза преступности! А ну, возьми себя в руки! Тем более привидений не бывает! — Бывает! — вмешался поэт. — Не бывает! — дрожа выговорил сержант. Но потом взял себя в руки и сказал. — А если и бывает, то мы живо его перевоспитаем, и он не будет пугать людей. — Молодец, Петюлькин! — похвалил сержанта Жмяк. — Сколько у вас здесь комнат? — Восемь комнат, не считая кухни и чулана! — ответил Петюлькин. — Замечательно! — воскликнул Жмяк. — Сезон охоты на привидения открыт! Пункт наблюдения решили организовать в кабинете на втором этаже. Здесь Петюлькин любил строчить свои стихи. Устроившись в креслах перед камином, сыщики пили теплый компот. Поэт сочинял стихи. — Клякса и Плакса! Или Плакса и Клякса! — Да я гений! — воодушевленно проговорил он. — Надо записать, пока не забыл. Неожиданно на первом этаже раздались звуки. — Кхе-кхе-кхе! — Духи вновь пришли для того, чтобы лишить мир гения! — закричал Петюлькин. — Не надо так драматизировать! — спокойно сказал Жмяк. — Наверняка есть логическое объяснение возникновению этих звуков. За мной, Петюлькин! — Я боюсь! — тихо сказал сержант. — А вот бояться не надо! — погрозил пальцем комиссар. Сыщики медленно спустились по лестнице. Поэт Петюлькин проковылял за ними. — Так это мышь! — громко сказал Жмяк, увидев маленькую мышку в одной из комнат. Мышка испугалась и спряталась в своей норке. — Точно! — воскликнул Петюлькин. — Это мышь! — Мышь стихи писать не умеет! — Это я вам как поэт говорю! — возмутился Петюлькин. Да, не умеет, — согласился Жмяк, — но больше тут никого нет. Наши герои вернулись в кабинет. Весь письменный стол был в чернильных кляксах, а на клочке бумаги кто-то написал стишок. Петюлькина напугают даже кляксы, потому что он настоящий плакса. — Ну вот! — выдохнул поэт. — Теперь он и вас обижает. И вовсе я не плакса! — обиделся сержант. — Какое-то невоспитанное привидение! — проговорил комиссар. С целью поимки привидения перед входом в каждую комнату была насыпана мука. — Ну вот! — потер руки комиссар. — Теперь по оставленным следам мы найдем это невоспитанное привидение. Но я никогда не слышал, чтобы привидения оставляли следы! — возмутился поэт. — А про привидения, которые пишут стихи, вы слышали? — спросил Жмяк. — Нет. Тем более про то, которое пишет бездарные стихи! — пробормотал поэт Улькин. Герои подтащили к камину огромный диван и, смотря на огонь, не заметили, как заснули. Первым проснулся комиссар. Все вокруг было в черных следах. Даже стены, вся мебель и камин. — Дело приобретает интересный оборот! — воскликнул Жмяк. — Какой огород! — подскочил сержант. — Какой комод! — проснулся поэт Улькин. — Мука белая, а следы черные! — задумался комиссар. — И они ведут к выходу! — обратил внимание Петюлькин. Следы вели через каждую комнату. Но самое интересное, что вместо муки были подносы с печеньями. — А привидение очень вкусно готовит печенье! — попробовал печенье комиссар Жмяк. Наконец, следы привели в чулан. В чулане горела свеча, и к стене был приклеен клочок бумаги, на котором красивым почерком было написано следующее. Муку насыпал комиссар. Он обокрал вид на амбар. Увы, никто не ожидал, что привидение кулинар. — Очень интересно! — проговорил комиссар. — И как же нам поймать это привидение? — наконец спросил Жмяк у Петюлькина, когда они вновь оказались в кабинете возле камина. — Не знаю, комиссар, — ответил Петюлькин. Никогда не сталкивался с подобной чертовщиной. — Эх, Петюлькин! — воскликнул Жмяк. — Будем проводить спиритический сеанс. Поэт написал на картоне буквы. Жмяк вырезал из дощечки указатель с окошечком. Зажгли дюжину свечей. — Итак, — сказал комиссар, — садимся в круг и держимся руками за указатель. Герои сели в круг и положили руки на указатель. — Указатель как-то странно дрожит, — заметил Жмяк. — Что бы это могло значить? — Это не указатель дрожит, — проговорил Петюлькин. — Это я дрожу. — Отставить дрожать, — скомандовал комиссар. Но как ни пытались сыщики призвать привидение, у них ничего не получилось. Вдруг в соседней комнате послышалось. — Кхе-кхе! Сыщики заглянули в соседнюю комнату и увидели очередной клочок бумаги. Поетюлькин с выражением прочитал следующее. — Вам привиденье не дурак и совершенно не простак. В такие игры не играет. И Жмяк об этом теперь знает. — Тьфу! — махнул рукой поэт Улькин. — Да, — задумался комиссар, — не дурак и не простак. — Ловить привидение — непростая задача, — подытожил Жмяк. — Может быть, его просто попросить, чтобы он не баловался? — А как попросить? — прищурился поэт Улькин. — Конечно, стихами! — воскликнул комиссар. Поэт сел за письменный стол, взял лист бумаги и карандаш. — Прошу тебя, о привиденье, ты не пиши произведенье. Я дам тебе банку варенья, если покинешь ты мой дом. Жмяк прочитал стихотворение. — А варенье вкусное? — спросил он. — Нет у меня никакого варенья, — ответил поэт Улькин. Мне нужна была рифма. А вот обманывать высокоуважаемое привидение нехорошо, — погрозил пальцем Жмяк. Тем временем в открытое окно влетел клочок бумаги. На нем красивым почерком было написано продолжение к стихотворению поэт Улькина. На самом деле нет варенья. Прости меня, о привиденье. Мое бездарное творенье должно быть предано огню. — Какой нахал! — возмутился поэт Улькин. Следствие зашло в тупик, — констатировал Жмяк. — Может, к медиуму обратимся? — неуверенно спросил Петюлькин. — У нас в городе есть медиум? — удивился комиссар. — Да, — ответил сержант. — Чутковали его зовут. В дом вошел лохматый человек в черном плаще. — У-у-у-а-а! — произносил он звуки и махал руками, словно птица, крыльями. — Эм, уважаемый! — начал было комиссар, но был перебит чутковали. — Я знаю, я все знаю. Вы хозяин этого дома, и вас беспокоит дух покойной бабушки. — Нет, — спокойно ответил Жмяк. — Я все знаю! — опять воскликнул медиум. — Вы бабушка, и вас беспокоит дух покойного хозяина. — Нет, — все так же спокойно ответил комиссар. — Все, не говорите больше ничего! — чутковали зажег свечи и начал плясать. — Вы дедушка покойной бабушки, и вас беспокоит дух хозяина. — Вы угадали, — ответил Жмяк. — Я комиссар, и приглашаю вас завтра в полицейский участок. — Будем шарлатана из вашего тела изгонять. Когда чутковали вышел за дверь, комиссар сказал. — Больше волшебства я не люблю только медиумов. — Кхе-кхе-кхе! — послышалось в соседней комнате. — Духи доконают, гения! Избавьте меня, комиссар, от этого привидения! — смолился Петулькин. Герои прошли в соседнюю комнату. В центре комнаты стояла пустая ваза. — Ваза? — спросил Петюлькин. — Ваза! — ответил Жмяк. Комиссар взял вазу и стал ее осматривать. — Очень красивая ваза! — ответил он. — И буквы тут какие-то странные, запачканы грязью. Жмяк начал пальцем счищать грязь. В этот момент ваза задымилась, и из нее вылетело облако, похожее на человека. — Слушаюсь и повинуюсь! — громко сказала облако. — Спасите! — задрожал Петулькин. Петюлькин спрятался за невозмутимым комиссаром. — Супер-мега-ультра-джин, как я понимаю! — прищурился Жмяк. — Ну, вы все испортили! — с досадой сказала облако и приняло человеческий облик. — Как вы догадались? — Это было несложно, — ответил комиссар. — И для чего вы устроили это представление? — Кто-то обещал не безобразничать. — Мне скучно! — опустил голову Джин. — Это не повод доводить Петулькина до белого коления! — погрозил пальцем Жмяк. — Я больше не буду! — Джин сверлил башмаком пол. — Думаю, вам следует извиниться перед поэтом! — с укором сказал комиссар. — Извините! — тихо проговорил Джин. — Гений вас прощает! — надменно сказал Петулькин и ушел в свой кабинет сочинять стихи. — Дело раскрыто! — посмотрел на удивленного Петюлькина комиссар Жмяк. — А с вами, великий Джин, я хотел бы встретиться где-нибудь в спокойной, тихой обстановке. Комиссар оказался на вершине горы. Солнце отражалось в снежных покровах, а внизу проносились облака. — Наверное, здесь должно быть холодно! — подумал Жмяк. — Не бойся! — вдруг сказал Джин, который стоял на самом краю перед бездной и смотрел вниз. — Холодно не будет! Владея магией, это сделать несложно. Мы на вершине горы Эверест. Более спокойную тихую обстановку сложно себе представить, — сказал комиссар, подойдя к Джину. — С тибетского Джамалунгма означает божественное! — посмотрел в глаза комиссару супер-джин. — Самому великому Джину подстать только самая великая гора. — Высоко здесь! — посмотрел вниз комиссар. — Высоко! Ха-ха-ха! — засмеялся Джин. Жмяк посмотрел на небо. — Какой смысл быть самым великим Джином и жить на Луне, Если некому сказать «Доброе утро» или «Как я рад тебя вновь увидеть!» Верни меня в участок. Да, и я буду рад тебя вновь увидеть. Часть седьмая. Полицейская академия. В полицейском участке Петюлькин, Вулькина, комиссар Шмяк и Джин пили чай. — Где ты говоришь сейчас, болваны? — обратился к Джину комиссар. — Наколдовал я им остров в Тихом океане со всеми удобствами и развлечениями. — Пусть живут! — ответил Джин. Неожиданно в дверь постучали. — Войдите! — сказала Вулькина. В кабинет вошла старушка. — Плюшки-то, говорит, пропадают! Жмяк узнал самую маленькую морщинистую старушку. — Какие плюшки? — спросил он. — Готовлю я их, значит, а они пропадают. Прям совсем пропадают. — Карбулькин безобразничает! — строго спросил комиссар. — Нет! — ответила старушка. — Плюшки пропадают. — Разберемся! — заверил старушку Жмяк. — Петюлькин, за мной! — А ты, Вулькина, угости пока Джина чем-нибудь вкусненьким. — А можно я с вами? — запросился супер-мега-ультра-Джин. — Я очень хочу! — Хорошо! — ответил Жмяк. — Только запомни, рядовой, никакого волшебства. Теперь ты студент полицейской академии. — Ура! — воскликнул Джин, и в комнате начали летать лепестки роз. — Последнее колдовство на сегодняшний день! Жмяк отправил бабушку домой, а сам решил, что прежде всего надо поговорить с Карбулькиным. Карбулькин в своей коморке гладил котов. — Как дела? — спросил Жмяк, внимательно осматривая коморку и ищая своим зорким взглядом плюшки. — Хорошо! — ответил Карбулькин. — А это кто? — Это рядовой Джин, — представил Джин и комиссар. — Воспитанник полицейской академии. — Можно просто Джин, — улыбаясь сказал супер-мега-ультра-Джин. — Плюшек бы сейчас поесть! — словно не означает, — сказал Жмяк. — Да, — облизнулся Карбулькин, — я очень люблю плюшки. — А у старушки они и пропадают, — уже громко сказал комиссар. — Неужели вы подумали, что это я? — обиделся злодей в шапке. — Да я бы в жизни никогда! — Работа такая, всех подозревать, — ответил Жмяк. — А когда пытать будем? — спросил Джин. — Можно я его в жабу превращу? Он тогда все расскажет. — Зачем меня в жабу? — попятился Карбулькин. — Да я ведь ничего, я ведь не знаю. — Пытки не наш метод, — погрозил пальцем Жмяк. — И волшебство мы не используем, — рядовой Джин. Извините перед Карбулькиным. — Извините, — виновата пробормотал Джин. — Да ничего, — спокойно выдохнул злодей в шапке, когда понял, что в жабу его не превратят. — Идем к старушке, будем плюшки караулить, — показал на выход комиссар. Старушка на кухне готовила плюшки. — Заходите, гости дорогие, — сказала она. — Я вас сейчас плюшками угощу. — Хм, плюшки нам нужны для эксперимента, — отчеканил комиссар. — Будем, так сказать, наживца ловить похитителя. — А может, хотя бы по одной? — облизнулся Джин. — И я бы не отказался, — поддержал Джина Петюлькин. — Ну, по одной, думаю, можно, — жадно посмотрел на плюшки Жмяк. — Вот и славно, — обрадовалась старушка, — я вас еще борщом угощу. Сытным поужинам сыщики сидели в засаде, спрятавшись за диваном. Плюшки стояли на подоконнике. — А чего мы тут сидим? — вдруг спросил Джин. — Может, чаю выпьем? — Тссс! — прошипел комиссар. — В засаде нужно сидеть тихо. — Да что-то скучно. — А нам с комиссаром никогда не скучно в засаде, — похвастался Петюлькин. Вдруг чашка, в которой лежали плюшки, в одно мгновение пустела. — Опять волшебство! — разочарованно сказал Жмяк. — А давайте я сейчас одним лишь ударом руки похитителя найду. — Водушевился супер-мега-ультра-джин. — Держите себя в руках, товарищ джин! — похлопал по плечу джина-сержант. — Я же говорю, без волшебства! — согласился с Петюлькиным комиссар. — Все! — встал в стойку смирно супер-мега-ультра-джин. — Есть без волшебства! В комнату вошла старушка. — Плюшки, — говорит, — опять пропали. — А во дворе собака большая. Я к Арбулькину борщ хотела отнести, а собаку боюсь. — Ничего! — посмотрел на старушку комиссар. — Мы поговорим с собакой. Во дворе действительно была большая собака. Она скалилась на сыщиков и рычала. — А ну, пошел вон! — рявкнул джин. Сейчас запущу в тебя палкой. Будешь тогда знать, как старушек обижать. — Уходи! А ну! — кричал Петюлькин и махал руками. Пес начал рычать еще больше. — Господа! — вмешался жмяк. — Не умеете вы ладить с животными. Жмяк подошел к псу, приговаривая ласковые слова, и почесал его за ухом. — Какой ты красивый! — сказал он. — Лохматый, зубастый! Одно загляденье! Пес лег на спину и начал вилять хвостом. Жмяк погладил ему пузо. — Ты же позволишь бабушке пройти? — спросил он. — Аф-аф! — ответил пес. Доброта и ласка из любой злой собаки сделают доброго и послушного пса. — Обратился к Джину и Петюлькину жмяк. — Не бойтесь собаку, он дрессированный! — обратился жмяк к самой морщинистой старушке, когда сыщики вновь оказались у нее дома. — Как хорошо! — обрадовалась старушка. — Теперь я смогу накормить Карбулькина борщом, а вам я еще плюшек наготовила. — И так, — сказал комиссар жмяк, когда старушка вышла за дверь, пока бабушка кормит Карбулькина борщом, поймаем этого похитителя. — Ну как? — спросил Петюлькин. — Есть у меня одна идея. Ящик из-под рассады, который комиссар раздобыл на балконе, он поставил в гостиной так, чтобы один конец веревки держался на палке. К палке, в свою очередь, была привязана веревка. Наконец, когда ловушка была готова, под ящик была поставлена приманка в виде плюшек. Не успели сыщики спрятаться за диваном, как плюшки исчезли. — Дергай веревку, Петюлькин! — приказал комиссар. Ящик накрыл собой пустую чашку. Когда сыщики его подняли, удивлению не было предела. Возле чашки, свернувшись калачиком, лежала маленькая фея. — Это что за кляксы-максы? — воскликнул жмяк. — Ик! — икнула фея. — Какая прелесть! — наклонился над феей Джин. — Она такая маленькая! — супер-мега-ультра Джин положил фею на свою ладошку. Она приоткрыла свои глазки и улыбнулась. — Можно я оставлю ее себе? — запросил Джин. — Я буду о ней, конечно, заботиться. — Но у нее, наверное, есть мама и папа, — возразил Петюлькин. — У меня никого нет! — тоненьким голоском ответила фея. — О, как хорошо! То есть плохо! — обрадовался супер-мега-ультра Джин. — Будем жить на острове с болванами! Я тебе такое наколдую! Самый лучший в мире дворец и много игрушек! Джин посмотрел на комиссара Жмяка и Петюлькина. — Спасибо вам за академию! Было очень весело! — ответил он. — Он и исчез. Теперь и у Джина есть друг! — смахнул слезу комиссар Жмяк. Часть восьмая. Туристка. Прежде чем рассказать очередную историю о наших замечательных сыщиках, нужно поведать вам один примечательный факт. Все дело в том, что много лет в этом странном городе не было туристов. Да, когда-то это был вполне обычный город, в котором жили вполне обычные жители. А вот когда этот город стал таким необычным, тайна даже для меня. Но в любом случае это было так давно, что даже бабушка самой старшей бабушки этого города никогда не видела туристов. К сожалению, взрослые люди редко замечают чудеса вокруг себя. Тут происходит очень странная штука. Вроде вчера ребенок видел окружающее его волшебство, а сегодня уже не видит. К сожалению, все мы взрослеем, и я не исключение. Историю этого города мне поведал тот самый жар-птица-сын, который не раз гостил в этом городе. Он развлекал меня рассказами о комиссаре Жмяке, когда я был маленьким и видел чудеса. Рассказов этих я запомнил много, но этот отличается от остальных. Все началось в Москве, когда одна молодая путешественница, которую звали Анастасией, отправилась покорять уральские вершины. Она приехала на базу, прошла обучение, из группы ушла в горы. Тут-то и случилось неожиданное. На одной из вершин девушка увидела город. Настя подошла к инструктору и спросила, как называется этот странный город, и почему он здесь, в окружении гор. Город? — удивился инструктор. Это на тебя так местная красота действует. У новичков иногда бывают галлюцинации. Девушка спросила про город у других участников группы, но все над ней только посмеялись. Тогда Настя решила, что обязательно сюда вернется и узнает, что это за город. Группа вернулась на базу. Настя тайно взяла снаряжение и отправилась назад в горы. Путь был очень опасен, но любопытство толкало путешественницу вперед. Девушка вновь поднялась на вершину, с которой совсем недавно видела город, но вместо крыш домов внизу было безлюдное плато. Неужели это действительно была галлюцинация? Подумала про себя девушка. Настя решила спуститься на плато и поставить палатку для ночлега. Спустившись, она начала пробираться через кустарники в поисках удобного места для палатки и неожиданно оказалась на одной из улиц города. «Вот это чудеса!» В восторге проговорила путешественница. Мимо нее шли люди в странных одеждах. Изредка проносились машины, похожие на пузыри. Она достала из рюкзака свой мобильный телефон, но связи не было. Вдруг девушка увидела дворника, который чистил свою метлу. Настя подошла к нему. «Извините, пожалуйста, вы не подскажете, как называется ваш город?» скромно спросила она. «Дык-бык! Город он и есть город. Зачем его называть?» «Каждый город носит свое название», не согласилась Настя с дворником. «Дык-бык! Странная ты какая-то! И одежда у тебя странная!» прищурился дворник. «А ну, хоть отсюда! А то как, да, мятлой? Мне работать надо!» Настя испугалась и решила спешно удалиться. Вскоре она наткнулась на настоящего клоуна. Девушка очень любила цирк и считала, что клоуны — самые добрые люди на свете. «Здравствуйте!» — поздоровалась Настя. «Добрый день!» — внимательно посмотрел на девушку клоун Падро. «Вы хотите выступить и меня в цирке?» «Наши костюм себе смастерили, но мест, к сожалению, нет. Приходите на представление нашего легендарного фокусника Капулини. А мне пора. Я иду покупать новые блестки». Клоун побежал в сторону магазина. Настя была очень удивлена странным поведением и, посмотрев вслед убегающему клоуну, неторопливо пошла дальше. Вскоре путешественница увидела маленького худенького человека. «Извините, пожалуйста», — обратилась она к нему. «Некогда мне. Я очень спешу. Дома два кота не кормлены и собак целая дюжина. Я за кормом бегал. Карбулькин закатил рукава, взял с зубы пакет с кормом и полез на дерево. Добравшись до макушки, он перепрыгнул на другое дерево, а затем на следующее и таким образом скрылся за поворотом. «Что за странный народ?» — пожала плечами Настя. Вскоре девушка встретила Картюлькина и Черулькина. «Можно у вас поинтересоваться?» — спросила она. «Конечно, можно», — весело ответил Червулькин. «Только мы очень спешим», — добавил Картюлькин. «Просто мне интересно узнать название вашего чудесного города», — проговорила Настя. «Ты знаешь, как называется наш город?» — спросил Картюлькин Червулькина. «Нет», — ответил Червулькин. «Раз мы не знаем, как называется наш город, то он никак не называется», — подытожил Картюлькин. «Впрочем, нам надо идти». Картюлькин и Картюлькин и Червулькин спешно удалились. «Все тут куда-то спешат», — пожала плечами путешественница. Гуляя по городу и восхищаясь его домами, людьми и машинами, Настя очень устала. Тут весьма кстати она заметила лавочку. На лавочке сидела Джангрета и нюхала букет цветов. Путешественница села рядом и представилась. «Меня Настей зовут. Я тут у вас туристка». «Туристка?» — удивилась Джангрета. «Никогда не слышала такой профессии. Меня Джангретой зовут». «Это не профессия», — засмеялась девушка. «Я путешественница». «Очень странно. Дома ведь так хорошо. Не вижу смысла в путешествиях. Но можно ведь увидеть другие страны, познакомиться с новыми людьми. Это так увлекательно!» — не согласилась путешественница. «Ничего не может быть увлекательнее родного дома», — отрезала Джангрета. Настя не стала переубеждать свою собеседницу. «А давайте мы сейчас на телефон сфоткаемся», — предложила она. «На телефон?» — испугалась Джангрета. «Не надо меня на телефон». «Вы не знаете, что такое телефон?» — спросила Настя. «Не знаю я никакого телефона». «Наверное, это такое странное племя аборигенов, которое отстало в развитии технологий», — подумала про себя путешественница. «Телефон — это такой замечательный прибор, с помощью которого можно делать все, что угодно». «Ты волшебница!» — воскликнула Джангрета. «Так бы сразу и сказала, что это твоя волшебная палочка». «Нет, это прибор такой, почти как фотоаппарат», — ответила Настя. «Фотографироваться я люблю», — улыбнул Джангрета. «Девушка обыскала свой рюкзак, но телефона не было. Телефон, то есть прибор, пропал», — расстроилась Настя. «Если что-то пропало, комиссар Жмяк это обязательно найдет», — проговорила Джангрета. «У вас есть комиссар?» — удивилась путешественница. «Он самый лучший сыщик на всем белом свете». «Очень интересно», — задумалась Настя. В полицейском участке было спокойно. «Самообладание, Петюлькин, — это главный инструмент любого сыщика», — проговорил комиссар Жмяк. «Не обывашь остальные нервы, комиссар!» — с завистью сказал сержант Петюлькин. «Это все долгие годы тренировок, сержант. Я настоящий кремень!» — комиссар ударил себя в грудь. В кабинет вошла секретарша Вулькина. Джангрета привела какую-то туристку. Говорит, что у нее прибор пропал. «Сержант, что это за профессия такая туристка?» — спросил комиссар у Петюлькина. «Не знаю», — ответил Петюлькин. «Зови их сюда, Вулькина!» — задумчиво произнес комиссар Жмяк. В кабинет вошли Настя и Джангрета. «Комиссар, у этой девушки пропал прибор, а мне пора по своим делам». Джангрета спешно вышла за дверь. «Здравствуйте!» — скромно поздоровалась Настя. «Приятно видеть в нашем заведении такую приятную особу, то есть такую хорошую девушку. В общем, человека всегда приятно видеть нам». Жмяк сверлил башмаком пол. «Вам не здоровится, комиссар?» — поинтересовался Петюлькин. «Я абсолютно здоров», — ответил Жмяк. «Итак, продолжим. Что могло произойти с такой девушкой, с человеком в общем?» «У меня пропал телефон», — ответила Настя. «Телефон?» — переспросил Петюлькин. «Да», — улыбнулась девушка. «Это прибор такой, он фотографии умеет делать и много чего еще. Понимаете, я путешественница, и в наших краях очень развита техника, компьютеры там всякие. «Не понимаю», — пожал плечами Петюлькин. «То есть вы хотите сказать, что не из нашего города?» «Совершенно верно», — согласилась с сержантом Настя. «Комиссар, она говорит, что не из нашего города», — обратился к комиссару Петюлькин. Жмяк стоял как загипнотизированный, но затем вспомнил, что он кремень, и взял себя в руки. «Не помню, чтобы в нашем городе гостили люди из других краев. Что это за профессия такая туристка?» «Это не профессия. Так называют гостей города», — ответила девушка. «Я думал, что в наших краях умеют гостить только волшебники», — проговорил комиссар. «Эти те еще туристы». «Вы видели настоящих волшебников?» — удивилась Настя. «Постоянно вижу», — улыбнулся комиссар Жмяк. «Им прям как медом намазано в нашем городе. Так что у вас там за прибор? В общем, он черный такой. Ну, такую штуку мы обязательно найдем. Да, Петюлькин?» «Так точно, комиссар», — воскликнул сержант. «Вы общались с кем-нибудь в нашем городе?» Вновь обратился к девушке Жмяк. «С дворником, клоуном и еще несколькими странными личностями», — ответила Настя. «Могу вас заверить, что в нашем городе живут только честные граждане. И, скорее всего, ваш прибор просто потерялся. Но долг обязывает меня всех подозревать», — проговорил комиссар. «Так что, по традиции, начнем расследование с цирка клоуна Падро». Клоун Падро готовил декорации к вечернему выступлению фокусника Капулини. «Кхе-кхе», — обозначил присутствие комиссар Жмяк. Клоун сразу вспомнил девушку. «Нет, ну это уж переходят всякие границы», — возмутился он. «Я же сказал, что мест у меня нет. Стыдно, девушка, выбивать себе место на манеже с помощью полиции». «Да я бы и не подумала. Мне это не нужно», — обиделась Настя. «Мы по другому вопросу», — спокойно сказал комиссар. «Зачем вы похитили прибор?» «Какой еще прибор?» — возмутился клоун. «Черный», — уточнил Петюлькин. «Не нужен мне прибор. И вообще меня оскорбляют ваши подозрения». «Работа наша такая, подозревать», — проговорил комиссар Жмяк. «Да», — подтвердил сержант. «А моя работа — делать представление», — воскликнул клоун. «И вы мне мешаете. Пойдемте к дворнику». «Сразу видно, что у нас очень честный клоун», — подытожил комиссар. Дворник отдыхал на лавочке. Затем увидел, как к нему приближаются Жмяк, Петюлькин и Настя. «Дык-бык поймали?» «Мне она сразу показалась подозрительной», — воскликнул он. «А мы к вам», — спокойно ответил Жмяк. «У нас прибор пропал, то есть у нее». «Какой прибор, дык-бык?» «Черный», — уточнил Петюлькин. «Но мы сразу видим, что вы честный дворник», — уважительно проговорил Жмяк. «Конечно, честный», — согласился дворник и крепче сжал свою метлу. Сыщики и Настя пошли дальше вдоль улицы. Неожиданно девушка увидела Карпулькина. «Вот с этим странным гражданином я тоже общалась», — сказала она. «Карпулькин, подойди на минуту к нам», — приказал комиссар Жмяк. Карпулькин послушно подошел к сыщикам. «Я ни в чем не виноват», — сразу сказал он. «Ты взял прибор?» — прямо спросил комиссар. «Какой прибор?» — удивился такому обвинению бывший злодей в шапке. «Черный», — уточнил Петюлькин. «Не брал я никакой прибор», — ответил Карпулькин. «Верю», — кивнул головой Жмяк. «А еще вы с кем-нибудь разговаривали?» — спросил Петюлькин Настю. «Когда Карпулькин убежал кормить свою живность?» «Да, были там странные товарищи. Двое», — ответила девушка. «Картюлькин и Червулькин», — сразу догадался Жмяк. «Навестим подполье». Карпулькин и Червулькин отдыхали в клубе тряхни колодой. «Где прибор?» — сразу спросил комиссар. «Какой прибор?» — удивились Карпулькин и Червулькин. «Черный», — уточнил Петюлькин. «Не брали мы прибор», — ответил Червулькин. «А может, врете?» — строго спросил Жмяк. «Обижаете, комиссар», — ответил Червулькин. «Не обижайтесь», — дружелюбно проговорил комиссар Жмяк. «Работа такая, подозревать и проверять. Хотя знаю, что не украл бы никто прибор». «А может, забудем про этот телефон?» — предложила Настя. «Я себе еще куплю». «Телефон мы найдем обязательно», — не согласился Жмяк. «Пока я комиссар, ничего не пропадет в этом городе бесследно». «А вы были уже на главной площади города?» — спросил вдруг Артюлькин сыщиков. «Там волшебник какой-то выступает, и прибор у него черный имеется». «Очень подозрительный тип, скажу я вам». «Проверим», — ответил комиссар. На главной площади была построена сцена, возле которой собрался народ. Со сцены доносились странные звуки. «Эта музыка играет с моего телефона», — обрадовалась Настя. «Странная музыка, больше на пытку похожа», — скривился комиссар Жмяк. «Сейчас мода такая», — ответила девушка. «Долгие годы я совершенствовал свой прибор, и теперь это самая крутая вещь на земле», — сказал человек, который держал в руке потерянный телефон. «Надо поговорить с этим конструктором», — подытожил Жмяк. Когда похититель спустился со сцены, к нему подошли сыщики и Настя. «Хе-хе-хе, и как вы говорите, совершенствовали свой прибор?» — строго посмотрел на похитителя комиссар. «Зачем вы украли телефон?» «Какой телефон?» — прищурился похититель. «Черный!» — уточнил Петюлькин. «Давайте отойдем в сторону», — тихо предложил похититель. «Сыщики, Настя и похититель отошли подальше от людских глаз. «Ну-с, и зачем вы похитили прибор?» — снова строго посмотрел Жмяк. «Я не похищал прибор», — начал оправдываться похититель. «Я случайно нашел его на улице. Эта волшебная штука вернула меня к жизни. Когда закрылся главный менеджеровый отдел города, моя жизнь рухнула. Вы разве меня не помните? Я Щитулькин». «Щитулькин?» — задумался комиссар. «Ах, да! Вы украли парик клоуна Падра». «Да, это я. Но с тех пор, когда закрылись менеджеровые отделы, и люди перестали считать цифры, я стал лишним человеком. У меня талант считать цифры, а теперь он не востребован. Только найдя этот чудесный прибор, я вновь почувствовал себя нужным. Не забирайте у меня его, пожалуйста. Я бы с радостью оставила его вам, но он скоро перестанет работать, а зарядки у меня с собой нет. Я буду делать любую зарядку, по утрам и вечерам, если хотите, даже ночью. Только не лишайте меня этого прибора», — взмолился Щитулькин. «А знаете что? Пойдемте со мной во внешний мир. Там ваш талант очень пригодится», — предложила Настя. «Во внешний мир?» «Никогда не думал о внешнем мире. Но если там мой талант найдет свое применение, я готов», — согласился Щитулькин. «Это значит, что вы покидаете нас?» — расстроился Жмяк. «К сожалению, да», — печально ответила Настя. На краю города сыщики прощались с Настей и Щитулькиным. «Мне очень не хочется, то есть я бы хотел, в общем...» — пробормотал комиссар Жмяк. «Комиссар, вам опять не здоровиться?» — спросил Петюлькин. «Я совершенно здоров», — отмахнулся Жмяк. «Мне тоже не хочется покидать ваш город, но дома меня ждет мама. Если я не вернусь к вечеру, то ей сообщат, что со мной произошла страшная трагедия», — проговорила Настя. «Я обязательно вернусь, если позволит город, ведь он впервые открылся обычному человеку. Я не уверена, что он откроется вновь. Он открылся самому необыкновенному человеку», — подмигнул Жмяк. «Спасибо!» — смущенно опустила глаза девушка. «Надеюсь, ты найдешь свое счастье!» — обратился к Щитулькину комиссар. Настя и Щитулькин пошли в сторону гор и исчезли, словно пар. «Мой кремень дал трещину!» — обратился к Петюлькину комиссар Жмяк. Часть девятая. Таинственный зверь. Рабочий Стропулькин готовил главную площадь города к празднику волшебной ночи. Площадь была закрыта для посетителей, а работы было много. Нужно было установить торговые палатки и развесить картины художников. В этот год каждый житель мог нарисовать свою картину. Даже Жмяк принял участие и нарисовал то ли жабу, то ли крокодила, но подписал свою работу «Любовь». Отдельное место занимали множество картин, посвященные царице Булькинде, нарисованное царем Лангором в момент острой влюбленности. Стропулькин увлекся работой и не заметил, как наступила полночь. «Да, заработался я сегодня», — стер пот с олба Стропулькин. Неожиданно что-то зашелестело в темноте. «Кис-кис-кис, иди сюда, я тебе булочку дам», — произнес рабочий. Вдруг по установленным палаткам проскользнула большая тень неизвестного зверя. «А-а-а-а!» — закричал Стропулькин. «Не ешь меня, я невкусный!» Стропулькин бежал, что есть мочи, пока не оказался на людной улице. «Надо идти к Жмяку», — подытожил рабочий. «Он и разберется с этим монстром. Да жить бы только до утра!» Полицейский участок был украшен цветами из бумаги и разноцветными лентами. «Целый год я ждал праздник волшебной ночи», — радостно воскликнул Петюлькин. «Скоро будет музыка, сладкие угощения и фейерверк». «Да», — посмотрел в окно комиссар, — «а я и забыл, что у нас скоро праздник». «У нас же весь участок украшен цветами и лентами. Как такого можно не заметить?» Удивился сержант. «Не заметил», — грустно произнес Жмяк. «Комиссар, говорят, что от депрессии помогают всякие праздники и...» «Нет у меня депрессии!» Перебил Петюлькин и Жмяк. «Я абсолютно здоров!» Комиссар выпрямил спину и улыбнулся. Но вскоре опять облокотился на стол и погрустнел. В кабинет вошла секретарша Вулькина. «К нам пришел рабочий Страпулькин. Говорит, что зверь на него напал», — проговорила она. «Зверь? Зови его сюда!» Жмяк вновь преобразился и стал кремнем. В кабинет вошел Страпулькин. «Комиссар, город большой опасности! Зверь никого не пощадит!» Рабочий подошел к окну и начал внимательно осматривать округу. «Успокойтесь, гражданин!» Спокойно сказал комиссар. «Я не позволю какому-то монстру обижать наших жителей! Присядьте!» Рабочий сел в кресло. «Ну-с, и что произошло?» Спросил комиссар Жмяк. «Монстр, я же вам говорю!» Воскликнул Страпулькин. «Рассказывайте все подробнее!» Взял лист бумаги и карандаш комиссар. «Работаю, значит, я на главной площади города!» Начал свой рассказ рабочий. И не заметил, как наступила полночь. А тут зашуршало что-то. Я думал, что это котенок. А там как вылезет эта тень огромная! «Ну, обороти, не меньше!» «Так вы видели только тень?» Спросил Петюлькин. «Тень огромного животного!» Пытался показать размер животного руками рабочий Страпулькин. «Тень иногда очень преувеличивает размеры своего хозяина!» Уверенно произнес комиссар. «Мы проверим, что это за тень такая. А вам советую не задерживаться до темноты на площади!» «Проверьте, комиссар! А то я очень боюсь!» Задрожал Страпулькин. В полночь Жмяк и Петюлькин были на площади. «У страха глаза велики! Запомни эту пословицу, Петюлькин! Наверняка это какая-нибудь кошечка или собачка прогуливалась!» «Да, комиссар, а может и хомячок!» Ответил комиссару Жмяку Петюлькин. «Почему хомячок?» Удивился комиссар. «Добрые хомячки! Пушистые они!» Улыбнулся сержант. Неожиданно по установленным палаткам Начала скользить тень. «А вот и тень, Петюлькин!» Радостно проговорил Жмяк. «Осталось найти хозяина!» «А где должен быть хозяин, сержант?» «Где должен быть хозяин?» Переспросил Петюлькин. «Конечно, у основания этой тени!» «Ответил комиссар!» «Сыщики посмотрели на основание тени, но зверя не было!» «Комиссар, но тень сама по себе тут ползает!» Задрожал Петюлькин. «Не ползают тени сами по себе!» Не согласился Жмяк. «У моей, к примеру, я есть!» Жмяк еще раз посмотрел на ускользающую тень. «Да, животного нет!» Подытожил комиссар. «Но это не повод дрожать, как осиновый лист, сержант!» Утром на площадь приехал царь Лангор. Он внимательно посмотрел на установленные палатки и подошел к сыщикам. «Комиссар, — сказал он, — мне доложили, что на нашей площади безобразничает какой-то зверь. Через пять дней должен состояться праздник волшебной ночи. А как я порадую свою любимую супругу выставкой картин в ее честь, если тут происходят страшные страшности? Впрочем, если через четыре дня зверь не будет пойман, мне придется отменить праздник». «Я целый год ждал!» — расстроился Петюлькин. «Не волнуйтесь, господа!» — спокойно сказал Жмяк. «От меня ни один зверь не скроется, даже если это тень. Я знаю, комиссар, что наша полиция любую тень из-под земли достанет!» — весело проговорил царь Лангор и отправился во дворец. «Теперь можно и поспать!» — обратился к Петюлькину Жмяк. Вечером комиссар Жмяк решил сконструировать ловушки, наподобие той, с помощью которой была поймана фея. Были найдены два огромных ящика и закуплено сотня сосисок. Когда ловушки были готовы, сыщики спрятались за клумбой. В полночь в одну из ловушек забрался какой-то зверь. «Дергай веревку, Петюлькин!» — скомандовал Жмяк. Ловушка закрылась. «Что же это творится? Душегубы!» — закричал неизвестный человек. Сыщики подошли к ловушке. Возле ловушки стоял Карбулькин. «Ох, не уберег! Она ведь была такой пушистой!» — причитал злодей в шапке. «Кого не уберег?» — удивился комиссар. «Мою любимую собачку!» — ответил Карбулькин. «Давай поднимем!» — обратился к сержанту Жмяк. Когда ящик был поднят, пушистая собачка вновь была свободна. Она подошла к Карбулькину и завиляла хвостом. «Ты жива!» — воскликнул Карбулькин. «Пойдем, я тебя самыми вкусными плюшками угощу!» Злодей в шапке довольный убежал со своей собачкой. Жмяк и Петюлькин вновь поставили ловушку и спрятались за клумбой. Но тень в эту ночь не появилась. Утром к сыщикам подошел Страпулькин. «Мало того, что зверь этот появился», — сказал он, «так теперь и фейерверки начали пропадать. Сейчас несколько зарядов не досчитал, а за фейерверки мне перед лангором отчитываться». «Фейерверки?» — задумался комиссар. «Сдается мне, что это как-то связано с появлением зверя». «Привет!» — поздоровался неожиданно появившийся Джин. «Мы с феей решили вас навестить». «Привет!» — поздоровалась фея. «Очень вовремя!» — пожал руку Джина Жмяк. «Рад видеть тебя, маленькая фея». Петюлькин и Страпулькин тоже поздоровались с прибывшими гостями. «У нас тут новое запутанное дело», — сообщил Петюлькин. «Жалко, что у вас волшебство под запретом. А то бы я живо распутал это дело», — «С сожалению, — сказал супер-мега-ультра-Джинн. «Пожалуй, в этот раз волшебство будет кстати», — почесал подбородок Жмяк. Джин отправил фею на остров, а сам с сыщиками ночью отправился на главную площадь города. Они спрятались за клумбой и стали ждать. В полночь появилась тень. Джин прочитал заклинание, потом еще одно и еще одно, результата не было. «Сейчас все будет», — заверил он. Джин снял с шеи медальон, но тень не подчинилась ему. Супер-мега-ультра-Джинн начал светиться и извергать искры из своих рук. Небо заволокло тучами и сверкали молнии, но тень непоколебимо продолжала двигаться. Наконец Джинн рухнул без сил на землю. Утром на супер-мега-ультра-Джинне не было лица. «Я думал, что могущественнее меня никого нет», — сказал он. «Но теперь не могу носить свое имя. Отныне меня будут звать глупо-слабо-отстойный Джинн. Не надо так драматизировать. Я никогда не видел могущественнее Джина, чем ты», — успокоил Джинн и Жмяк. «А ведь и правда. Я вернусь на свой остров и вспомню все свои самые крутые заклинания. Тогда посмотрим, кто кого». Джинн попрощался с сыщиками и исчез. Когда Жмяк и Петюлькин сидели на лавочке и обдумывали дальнейший план действий, к ним подошел рабочий Стропулькин. «С фейерверком совсем беда», — сказал он. «Осталось ровно половина зарядов. Я прям не знаю, что делать». «Ночью будем караулить фейерверки, Петюлькин», — приказал комиссар Жмяк. Жмяк и Петюлькин сидели в засаде и смотрели на палатку, в которой хранились заряды фейерверка. В полночь появилась тень и подошла к палатке. «Жрет это зверюга заряда, комиссар», — прошептал сержант. «Надо что-то делать». «Вижу, сержант, но не знаю, что с этим можно сделать. Со мной такое бывает нечасто». «Может, пусть ест? Да и уйдет куда-нибудь в освоясе», — предложил Петюлькин. «Нет, сержант, мы с тобой служим в полиции. А полиция всегда делает все возможное и невозможное для торжества закона. И этой тени никто не давал права есть наш фейерверк». Жмяк решительно пошел в сторону тени, но вскоре ударился об какое-то невидимое препятствие и упал. Что-то громко мяукнуло, и тень быстро удалилась. «Ну, вы и смелый комиссар», — помог подняться комиссару Петюлькин. «Ловко вы эту тень прогнали». «Мягкое это существо на ощупь и мяукает». «А что это означает?» — спросил у сержанта Жмяк. «То, что вы головой ударились», — предположил Петюлькин. «Нет, это означает, что мы имеем дело с огромным невидимым котом, который любит есть фейерверки». «Понял, комиссар», — кивнул Петюлькин. «А раз это большой кот», — продолжил Жмяк, «значит, он ведет себя как кот. Надо заманить его в ловушку, используя самое верное средство против любого кота». Клоун Падро одолжил большую клетку, которую поставили в самом центре площади. В клетку положили оставшиеся заряды фейерверка. К Жмякомобилю привязали веревочку с кисточкой. Ровно в полночь Петюлькин начал ездить по площади на Жмякомобиле. Сначала ничего не происходило, но вскоре машину начала преследовать тень. Петюлькин подъехал к клетке, заманив с собой у зверя к ловушке. Кот учуял заряды и забрался в клетку. Комиссар Жмяк закрыл дверь. Так таинственный зверь был пойман. Утром возле клетки стояли Жмяк, Петюлькин, царь Лангор и рабочий Страпулькин. «И где же этот ваш зверь?» спросил Лангор, посмотрев на клетку. «Он здесь, ваше сиятельство. Просто это огромный невидимый кот», ответил комиссар Жмяк. «Ух, зверюга, напугал меня! Как дам тебе!» сжал кулаки Страпулькин. «Спокойно, гражданин, животное ни в чем не виновата», защитил кота комиссар. «Так он весь фейерверк съел», возмущенно проговорил рабочий. «Да, без фейерверка праздник волшебной ночи не будет таким ярким, как должен быть», задумался царь. «Что бы придумать такое интересное и красочное?» Неожиданно появился Джин. «Комиссар», — улыбнулся он. «Я совсем забыл про своего любимого кота Аполлончика. Пропал он много лет назад. Это еще до болванов было. Наколдовал я тогда себе самого большого кота в мире. Да чтобы не навредить ему, сделал кота невосприимчивым к любой магии без его согласия. О невидимом быть он сам научился. Вот и пропал. Любит он порох есть. Вот и привлекла его ваша площадь». Супер-мега-ультраджинн подошел к клетке. Аполлончик мой любимый, как ты тут без меня жил? Я ведь так скучал по тебе все эти годы. Вдруг кот, который был невидимым, стал видимым. Он был пушистым и полосатым. «Ах же ты моя лапонька!» Погладил кота джинн. Комиссар-жмяк открыл клетку. Кот вышел на свободу. Щитулькин и Петюлькин попятились назад. «Не бойтесь!» Успокоил сержант и рабочего. Супер-мега-ультраджинн. «Он очень добрый!» Жмяк и Лангор с умилением смотрели, как джинн гладил своего кота. «Ты ведь хочешь вновь жить со мной?» Обратился к Аполлончику джинн. И кот одобрительно кивнул. «Тогда я сейчас отправлю тебя на свой остров, да наколдую большую миску отменного пороха». Джинн щелкнул пальцами, и кот исчез. «Хм, а может, наколдуешь нам немного фейерверков для праздника волшебной ночи?» Спросил комиссар-жмяк. «Не вопрос. А хотите, я вам устрою настоящую волшебную ночь? Я могу вам каждый год устраивать самую лучшую волшебную ночь в мире!» Загорелись глаза у джина. «Можно, комиссар?» «Пожалуйста», — запросил сержант Петюлькин. «Думаю, это отличная идея. Я, кажется, понял, что иногда людям нужно немного волшебства», — согласился комиссар. «Вот и отлично. Встретимся в волшебную ночь», — подытожил царь Лангор. По улицам одиноко бродил комиссар-жмяк. Вся его жизнь до последнего времени была подчинена службе в полиции. Но с появлением Насти все изменилось. Жмяк впервые почувствовал, что его счастье отныне зависит от молодой девушки, из неизвестного внешнего мира. Без Насти он не может теперь быть счастлив. Жмяк пытался смириться, что никогда больше не увидит свою возлюбленную. Но эти мысли делали его еще больше несчастным. Комиссар-жмяк вдруг на пути встретился Карбулькин. «С наступающим праздником волшебной ночи!» «Жду не дождусь, когда увижу волшебство джина». «Да, джин — мастер своего дела», — грустно ответил жмяк и пошел дальше по улице. На крыше одного из зданий комиссар увидел жар-птицу. А это был тот самый жар-птица-сын. «Как же хорошо птицам!» — подумал жмяк. «Они свободны летать куда угодно в любой момент времени. А у людей сплошные обязательства». Жмяк редко ошибается. Но и у птиц есть свои обязательства, которые они не могут нарушить. И птица иногда теряет своих любимых. «Комиссар, с наступающим праздником!» — произнес Червулькин, увидев шагающего навстречу комиссара. «Да-да, с праздником!» — поздравил жмяка Картюлькин. «С праздником, ребята! Пусть в вашей жизни все будет хорошо!» — ответил грустный жмяк. Комиссар свернул на другую улицу. На это его часто перебивали от размышлений. Мимо проходили прохожие, обсуждая свои дела. Редкие машины проезжали по мостовой. Жмяк не заметил, как подошел к цирку клоуна Падра. «Комиссар жмяк! К сожалению, сегодня цирк закрыт!» — сказал клоун Падра, который сидел на лавочке возле шатра. «Но после праздника волшебной ночи я приглашаю вас на представление. Билет за мой счет!» «Спасибо!» — кивнул комиссар. Вскоре жмяк добрался до того самого места, где Настя и Щетулькин исчезли, отправившись во внешний мир. Комиссар долго стоял и смотрел в ту сторону, где видел в последний раз свою возлюбленную. И неожиданно увидел Настю и какую-то женщину. Они были одеты в альпинистское снаряжение. «Комиссар!» — воскликнула Настя. «Знакомьтесь, это моя мама, Антонина Николаевна. Мы решили поселиться в вашем городе, а квартиру свою оставили Щетулькину. Он теперь ведущий менеджер одного из предприятий. Мы купили себе снаряжение, и вот...» «Неужели это вы?» — удивился жмяк. «Я очень рад видеть вас. Приятно с вами познакомиться, Антонина Николаевна. Я комиссар жмяк. Дочка мне рассказывала про вас и ваш город. Я решила, что лучшего места для жизни не найти», — сказала мама Насти. «Да», — согласился жмяк, — «наш город лучше на свете, особенно теперь. У вас найдется какой-нибудь угол, где мы с мамой могли бы жить», — спросила девушка у комиссара. «А может, может...» — замялся жмяк, но так и не решился сделать предложение Насте. «Я найду вам отличный дом», — сказал он. «Спасибо, комиссар», — поблагодарила жмяка девушка. «Завтра у нас будет праздник волшебной ночи, и я приглашаю вас пойти со мной на это мероприятие», — комиссар сверлил землю башмаком. «Мы с большим удовольствием составим вам компанию», — улыбнулась девушка. Праздник волшебной ночи для каждого жителя города был долгожданным событием. Веселья начались с самого раннего утра. Кто-то пел и играл на музыкальных инструментах, кто-то танцевал, кто-то просто наслаждался танцем и музыкой со стороны. Но главное, что все были счастливы. Жители заранее заготовили множество подарков и дарили их друг другу. Во дворах были организованы большие столы, которые ломились от тортов, пирожных, конфет, мармелада, вафлей и вкусных булочек с кремом. Весть о том, что сам великий джин покажет свое магическое искусство, разлетелась почти мгновенно. И каждый делился своими предположениями о том, что их сегодня ждет. Днем открылась главная площадь. В палатках продавались вкусные угощения, интересные безделушки и надувные шарики разных цветов. Были аттракционы вроде тех, где надо сбить мячиком кегли или попасть из лука в яблоко. Дети катались на каруселях и качались на качелях. На сцене выступали известные артисты из цирка Клоуна Падро. Капулини показывал свои фокусы, но теперь в своем коронном номере он отправлял добровольцев на манеж и возвращал их обратно. Обезьяна показала свое умение играть на барабане. Даже клоун Падро вспомнил свое ремесло и веселил людей. Карбулькин также принял участие и подготовил совместный номер с акробатами из цирка Клоуна Падро. Наконец наступила ночь. Когда на сцене зажглись факелы, площадь затихла. На сцену медленно поднялся человек в черном плаще. Он внимательно осмотрел зрителей и скинул с себя плащ. Затем набрал в грудь воздух и затушил факелы. Джин воздвиг руки к небу, и из них вылетели сотни разноцветных огней, которые разлетелись по всей площади и осветили собой все вокруг. Затем супер-мега-ультра Джин начал расти. Он вырос в высоту с трехэтажный дом и застыл, шепча себе под нос какие-то заклинания. Джин поднял ладонь, и по ней стали бегать желтые огоньки. Затем эти огоньки слились в один. И из этого большого огня появился конь. Конь бил своим копытом в воздухе высека искры, а на землю падали конфеты. Затем он пронесся над головами зрителей, засыпав всю площадь конфетами. Вскоре Джин поманил коня к себе, и тот послушно вернулся на ладонь. Супер-мега-ультра Джин подул на коня, и тот превратился в двух светящихся голубей. Голуби взмыли вверх, и зрители наблюдали за танцем этих красивых птиц. Затем эти птицы устремились вниз, застыв над комиссаром Жмяком и Настей, осветив их своим светом. «Выходи за меня замуж!» — лаконично предложил комиссар Жмяк, поняв важность момента. «Конечно, я выйду за тебя!» — согласилась девушка, и влюбленные впервые поцеловались. Площадь ликовала. «Никогда не видела комиссара таким счастливым!» — сказал сержант Петюлькин Вулькиной. «Да», — согласилась секретарша Вулькина, — «что может быть прекрасней свадьбы!» Затем сержант заметил, что голуби застыли уже над ними с Вулькиной и освещают своим светом. «Вулькина!» — встал на колено сержант. «Давай поженимся!» «Давай!» — скромно ответила Вулькина. Площадь снова заликовала. А голуби вернулись на ладонь Джина, где испарились, словно пар. Джин начал громко читать заклинания. «Хакам!» — «Бурикам!» — «Карукин!» — «Глис!» В небо полетели сотни огней, оставляя за собой светящиеся разноцветные следы. Джин при этом трясся, как холодец, и дымился. Каждый житель города поднялся вверх над землей и заснул. Но это был необычный сон. В нем воплощались заветные желания. Тот, кто мечтал хоть одним глазком увидеть неизвестные звезды и планеты, бороздил космос на быстрой ракете. Тот, кто мечтал прокатиться на драконе, в этом сне катался на драконе. У каждого были свои желания, и все они сбылись в праздник волшебной ночи. Джин взмахнул рукой, и каждый житель странного города полетел в свой дом, в свою кровать. Когда он остался один на площади, вновь стал обычного размера и рухнул без сил на сцену. Джин отдал все свои силы, чтобы сделать каждого счастливым. Немного отдохнув, он побрел по безлюдным улицам. Впервые в жизни супер-мега-ультра-Джин почувствовал, что ему стыдно носить такое имя, и впредь его будут звать просто Джин. Он остановился и посмотрел на луну. — Каким же я был глупцом! — воскликнул Джин. Затем взгляд Джина упал на темные окна одного из домов. — Чем бы порадовать друзей в следующую волшебную ночь? — подумал он про себя. От автора Дорогие читатели! Все, что вы прочитали, это не выдумка, а настоящая история о жителях безымянного города. Комиссар Жмяк, возможно, и сейчас, когда я набираю это обращение, расследует новое запутанное дело. К сожалению, я стал слишком взрослым и не вижу волшебство, которое нас окружает. В детстве тот самый Жар-птица-сын был моим другом. И хотя у Жар-птиц нет привычных нам имен, я назвал его Кусиком, ведь Кус по-казахски означает «птица». Да, дорогие читатели, детство мое прошло в Северном Казахстане, как раз на пути у Жар-птиц, которые делают сезонные перелеты. Мое знакомство с Кусиком произошло совершенно случайно. В детстве я часто ездил на дачу, но весной, когда хотелось погулять в выходные на улице, это было настоящей пыткой. В тот день взрослые занимались посадкой картошки, а мне приходилось чем-нибудь себя занимать. Я слонялся без дела, придумывая себе икры, и увидел Жар-птицу сына, сидящего на заборе. Его огненные перья произвели на меня неизгладимое впечатление. «Бабушка, посмотри, какая красивая птица сидит на заборе», сказал я своей бабушке, которая проходила рядом и несла в руке ведро с посадочной картошкой. «Мне некогда играть в твои игры», ответила бабушка. «Взрослые меня не видят», вдруг сказал мне Кусик. «Ты умеешь говорить?» удивился я. «Конечно умею», воскликнул он. «Я ведь Жар-птица». Мы проговорили с ним тогда весь день, и я впервые услышал о комиссаре Жмяки. Мне этот комиссар показался очень забавным. Вечером я уехал назад в город. Но на следующий день, когда вернулся на дачу, Кусик ждал меня. Он вновь рассказывал мне весь день истории о Жмяке, сержанте Петюлькине, секретарше Вулькиной и всех остальных. Я завороженно слушал эти рассказы со жгучим желанием посетить этот город. Но вечером Жар-птица-сын сообщил, что ему пора лететь на родину, чем меня очень расстроил, но обещал навестить осенью. Все лето я думал о комиссаре Жмяке, представлял себе супер-мега-ультра-джина. Мне приходилось самому фантазировать, как они выглядят. Ведь на мои расспросы о том, как они выглядят, Кусик отвечал, что так, как я представлю их сам. Жмяк всегда мне представлялся в плаще и шляпе, а Петюлькин в полицейской форме. Джин был непременно с серьгой в ухе, а Картюлькин и Червулькин носили черные маски. Но я сознательно не стал описывать их в этой правдивой сказке, ведь мои представления могут быть ошибочными. И тогда это не будет правдивой историей. Когда наступила осень, я вновь увидел Кусика. В этот раз он прилетел ко мне прямо на балкон городской квартиры. Я сразу попросил его рассказать о новых запутанных делах комиссара Жмяка и сержанта Петюлькина. Жар-птица сын рассказывал мне эти истории одну за другой много часов подряд. Так продолжалось несколько лет. Каждую весну и осень он прилетал ко мне на несколько дней. Но однажды я вырос и перестал видеть чудеса. Кусик предупреждал меня, что это случится, но я не верил, что перестану видеть своего друга. Мне тогда казалось, что друзья остаются с человеком на всю жизнь. Очень долго я не решался написать книгу о комиссаре Жмяке, но в один из снежных дней сел за работу. Возможно, кое-что я добавил от себя, но в целом это те же рассказы, что рассказывал мне Кусик. Этих рассказов хватит ни на одну книгу. Не знаю, решусь ли вновь взяться за ручку. Эту же книгу я решил закончить на самом любимом моем месте. В моменте, когда Джин понимает, что истинное счастье в том, чтобы делать счастливыми окружающих людей. Если меня сейчас читают совсем юные читатели, они могут возразить мне, что никаких чудес не видят. Но уверяю вас, что когда вы вырастите, обязательно поймете, что видели много чудес, когда были маленькими. А возможно, кто-то из вас знаком с моим другом Кусиком и уже слышал от него истории про комиссара Жмяка. Непременно передавайте ему привет в таком случае. Я по нему очень скучаю. Взрослым же читателям я предлагаю не расстраиваться о том, что время, когда вы видели чудеса, безвозвратно ушло. Волшебство ведь это не только волшебная палочка, магия и феи. Человек способен творить такие чудеса, что никакой джинн не повторит. А сделать хоть одного близкого человека счастливым – это разве не волшебство? Наши руки, мысли и слова – это могущественный инструмент. И только мы решаем, как им будем пользоваться. Но, к сожалению, многие используют этот инструмент для злых дел. Как и в сказках, герои иногда преследуют свои корыстные цели. Но в этом случае счастье от них убегает. Невозможно быть счастливым, когда вокруг тебя несчастные люди. Истинное счастье бывает только коллективным. Только счастье противоречит математике. И при делении умножается. Это понял в какой-то момент и джинн, который мог иметь все, что только пожелаешь. Ему было подвластно все на свете. Но счастье он обрел только тогда, когда нашел друзей и начал думать не только об удовлетворении собственных желаний. Не буду сильно морализировать, но не хочется отпускать вас, дорогие читатели. Надеюсь, вас не оставили равнодушными наши сыщики. А потому прощаться не буду, а скажу до новых встреч!